для тех кто в запись смотрит это кажется двенадцатая часть трансляции дарка с денежин нг плюс и дончиками у нас идет 74 недели максимум 91 на прошлой трансляции для себя с радостью открыл что не обязательно убивать всех боссов как думал я раньше достаточно пройти все уровни темнейшего два из них мы прошли третье сегодня я планирую туда зайти она будет долго изматывающие но но очень полезные так же как и прошлые темнейшие после успешного похода снизится стресс у всех кто находится в лагере герои которые пройдут через темнейшие не будут считаться в списке героев их можно использовать но они не будут уже занимать место можно будет спокойно нанять новых я хотел сразу сегодня начать именно с 2 темнейшего потому что глянул перед началом стрима кусочек записи посмотрел что там не ждет освежил так сказать в памяти по прошлому прохождению и в общем-то команда наша основная бриус помини фанда и еще плюс кто-то либо это чумной доктор либо это арбалетчица там заходит очень хорошо с они в принципе готовы готовы ворваться но сработал ивент который дает в следующий поход бонусный урон 15 процентов уилд и соответственно 33 процента бонусных очков опыта а мне как раз нужен прогресс очки опыта это не только кач героев он же еще от отражается на прогрессе на прогрессе к следующему боссу поэтому я всеми правдами и неправдами хочу закрыть эту миссию нас ждет баба яга к сожалению к сожалению к сожалению хила у меня нормально в этот в этот поход не будет и но зато будет много урона моя задача скорее всего просто пинать эту бабы бабку ёшку ориентировочно жизни у него будет 81 82 если верить утверждению что боссы по левелу и по хп и по резистам растут линейно соответственно т3 ведьма 156 это 114 82 соответственно лоу левел резисты на них не обращаем внимание блида меньше всего но посори у меня все равно нет беру шута первый удар по ним по хочу смысл в том что у меня была возможность атаковать и этот котел где будет вариться один из героев и собственно самого вражеского героя который находится на 3 4 позиции именно поэтому был выбран шут из списка доступных героев второго уровня воитель баунти хантер но от безнадёги а какой хочешь от безнадёги взял еще антикварку потому что она во первых с воителем поможет дойти до до босса и у нее все таки присутствует один кое-какой хил вот сейчас надо пройтись по навыкам этих пацанов проверить их снаряжение не торопясь потому что времени на до конца игра осталось крайне мало так а что по навыкам здесь вообще все выкачено нужно ли делать бомбу стану нее резист какие ожидаемо 92 не поможет мне стан и урон соответственно против застаненных тоже да и в пати нет никого а хотя нет есть воитель который станет в принципе можно прокачать вот так вот и вместо метка не нужна на самом деле что не по характеристике мне только dodge то есть protection особо не нужен возьму так антиквар очка следующая но у нее в самый ходовой это защита у него вообще все прокачано потому что я ее взял из дилижанса вот по-моему не отображается могу ошибаться что не отображается что-то не отображается все нормально будет так здесь минус стресс обязательно вырубаем один из навыков тебя это bled а по беду у нее нет ничего а тут троечка второй третий позиции можно даже отказаться от нет этот это хорошая штука против доджа с короче шут должен после первого удара скорее все забивать на стресс и бафать вот так вот то есть принципе даже так стресс-то некому снимать по грейдам все ровненько лагерные навыки ключевое у нас же идет воитель сюда соответственно мы можем взять что-нибудь командное например и и эй у тебя же у тебя же тебя же должны быть а вот он дождь крит и дэмэдж крит вот дэмэдж крит берем также учитывая то что у меня нет лечения я бы взял просто навыки стандартные на лечение снятие стресса меньше пригодится у брюса что есть минус стресс один компаньон сэл баф не хочу делать тактику на одного потому что не факт что меня варить сразу не начнут возьмем лечение а кто застать врасплох то будет у нас есть нас люди с защитой от ночных нападений вообще ее мое серьезно у нас нет цена это и мышь так вот эту вот розочку можно взять минус стресс минус стресс на всех да это беда ладно ночное нападение учитывать ему она не такое страшное я надеюсь деньги в запасе есть слава богу я тут трачу фух начинается этот это волнение перед перед неизвестностью потому что на ведьму я ведьму встречал но ни разу и не убивал я встречал на рандомных этих ивентах комнатах кстати не проверил скопировал ли назад или нет надо сейчас наверно выйти из игры и снова вернуть боссов вы же за боссов правильно за усложнение сейчас секундочку дарки с деньжен ты ты подзабыл сделать удар кест там вылетала просто игра и я на прошлой трансляции судя по всему играл без этих ивентов по по боссам в комнатах такая вот беда так надо еще вспомнить куда их надо ставить там фон бич писал кажется сейчас фомби шарят которые да вот она вот она откуда только копию брать какая из них верно ладно он должен замениться если неправильным правильным это запускаем в общем урона у нас очень много в этой party особенно после привала будет огромное количество урона благодаря ауе еще скилл он в лечение нет но я не буду главный до босса опять же дайте потому что party под босса они party под под данж вот в антиквар очки вот видите резалов xp и дай машину выявляем антиквар очки что тут изменено а вот тут старый состав как так ребят вы чего значит это так это так это так это так и это антикварка так чуть их не послал вообще черт знает куда антикварка берет защиту от шанс застать расплох раз и что-нибудь на скорость мне кажется мне девайсов на скорость особо нет и это проблема это проблема проблема прямо тут можно урон с первой позиции но гасану скорость на него есть еще а у него нет бонуса в первом ходу на ходу это другой товарищ так основной урон скорее всего будет наносить я не знаю кто будет носить основной урон потому что мы не знаем кого в первую очередь закинуть котел вот урон по метке вряд ли скорее надо колечками затарить пацанов на точность учитывая дочь босса и возможно взять дополнительный урон против типа я не знаю кто она догадываюсь что она human человек человечище ну да и пушка тоже в общем-то human ставим human риск определенный конечно но ладно сколько розовая снега книга стоит она стоит 11к все в такие вот артефакты сверх дорогие но мне два раза выпадал такой артефакт и два раза не везло то есть там аркадного типа типа если факел меньше то играй вот а если факел выше что чаще всего бывает тонет для нг плюс этот девайс не очень хорошо подходит где этот блог резист шанс душевного подъема но если факел больше то минус протекшн минус хилинг до свидания так что можно взять антиквар очки учитываем что еще можно взять антиквар очки и можно взять бонусное лечение кстати и она будет не 22 хилят а 33 это успех я считаю ведьма хима ну это стоило стоило догадаться короче много-много-много урона персонального в том числе минус стресс урон баф-дебаф бьем по 1 3 локации там тоже бьем по 1 3 стан вряд ли дождь спит кстати можем снизить а сколько у нее приблизительно у нее будут резисток дебаф ориентировочно 35 вообще то есть я почти гарантированно буду снижать у нее дождь если захочу конечно скорее всего буду просто убить лагерные навыки боевые здесь не боевые потому что ну потому что все боевые навыки будет читать этот то есть он за четверочку тактику сделает за четверочку weapon practice и по сути остается только ну наверное можно кстати плане так да он сделать за четверку есть за четверку что-нибудь хорошее еще все пассивные минус стресс можно персональный баф взять да вот этому товарищу планетанг тейк да у него очень хороший урон будет вылетать давайте сейчас подготовим его подготовка к миссиям она хоть и нудно со стороны выглядит но если ты не будешь этого делать то 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 можешь что-то упустить а потом будешь всю миссию расплачиваться здоровьем жизнями стрессом или еще чем-то поэтому я не хочу упустить то значит защита хил учитывая то что такую позицию еще можем сделать dodge speed или плюс dodge то есть плюс dodge что на всех действует насколько понимаю наемника не выйдя на четвертый лагерный наемникам ты про этот я его специально убрал мне а его до лучше я же свободно лучше взять на всякий случай девайсы да 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 поехали ребят ведьма первого левла максимум еды потому что хила нет едой можно от откидываться максимум святой воды потому что пропивать хорошая тема есть вероятность зарезистить какие-нибудь негативные эффекты я не знаю что у нее будем записывать файл эти особо не нужны факелы берем тоже далеко не максимум дебаф нашу то по травкам да бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам три ключа хватит я думаю и немножко антидотов и стоп на вилдах больше антидота нужно окей вроде все фух сколько раз ты меньше сходили два раза сходили два раз сходили два раз ходили два раза победили сегодня скорее всего пойдем третий раз сейчас иду не в темнейший хотя хотел из потому что есть бонус на этот с богом ребят поехали она красавица и кажется сложнее будет до нее дать им оооо она находится справа разведка к сожалению не срабатывает но путь у меня либо по верху либо по низу иду по низу сразу шут от стресса пострадал чутка ловушка ну вот радует колокольчик вот это вот дэмочи 15 процентов и бонус на экспо заходим в комнату пусто хорошо разведка не срабатывает опять же идем дальше еще факел ингредиент мэй файн виктори вторая комната и снова пусто опять не срабатывает скаут и вот первая встреча застали врасплох с с с с с с с с с так но тут два удара и репост получается да урон хорош давай попробуем ой молодец это два по фу хоу но урону пацанов много можем даже добить его сейчас понеслась у нас же еще антиквар очка ребят так что мы собираем собираем еще баблом не забываем не расслабляйся во первых собираем лутецкий здесь у нас кажется бинты эйри спайдер веб какая то есть паучья сеть 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 это кажется просто лут но нужно просто коралл рыба мистический сундук идол зараженная т блин травы или бинты давай трав чуть побольше бинты кажется тогда бинты не тем открыл вот не торопись михаил у тебя есть антиквар очка алё вот кто должен собирать факелов я явно перебрал овер дофига выкидываю 6 факелов я по дороге еще собрал два факела не забываем об этом комната битва тут посложнее застали врасплох правда тоже хорошо работаем это раз сюда пробуем два one shot one shot можно этого упыря конечно вытянуть что у него по резистам у него на перемещении ничего но мне на самом деле на стресс то пофиг вот серьезно шут есть а вот лечиться сложно поэтому давайте-ка мы будем с вами пытаться убивать этих пацанов почти миша почти репост на этого добиваем остается два человека но из трупа еще появится ай троечка блин мы сейчас будем антикваркой лечить ответили репостом и два упыря появляется окей лечить или не лечить вот в чем вопрос один дэмидж что там лечить настакиваем так давай-ка баф на скорость точности крик хочется первым сходить можно подстанет его с очень высокой вероятностью но не добьем а мне нечем дальнего убивать все равно поэтому давайте-ка я не он сам может убиться давай бей просто и все убиваем наиболее вероятного дпс опять репост сейчас будет все убили второго но есть стресс но мы его опять же снимем опять убиваются в этого главный тэнатос болезнь какая-то не помню какая и застанет но сейчас он не ответит если в него ударят это очень хорошо кстати ну ей болезни не так важны но все равно как-то мне не нравится ситуация так минус точность минус крит плохо минус дэмидж минус скорость минус макс хп офигеть снимаю стресс пробую убить тут вы должны быть вообще ваншоты думаю репост ставить или не ставить наверное лучше даже просто бить что так ты гарантированно убьешь и меньше будет шанса что так ты тоже просто бей бьет шута уворачивайся конечно там с доджем 0 то увернется конечно так стресс 19 снимаем частичным пробиваем убиваем ориентировочно антикваркой открываем и разведка ну хорошо тут по крайней мере выбор будет но выбор не очень серьезный все равно нам придется раз два три четыре сражения провести для того чтобы губосу пройти ничего не поделать ладно надо минимально чтобы я получал урон минимально просто минимально так битва здесь так эти вроде попроще плюс застали врасплох хорошо тут сначала мелочевку убиваю потому что шут добьет с очень высокой вероятностью может дождь вообще это на всех да на всех дождь неплохо это два и ориентировочно это три ай один хит ну чего ж ты как зачем ты пожалел то сейчас выползут скорость надо мочить их так так ты плотного убиваешь раз ты все таки с репостом этого убиваешь чтобы иметь возможность тому ответить ну некому просто больше отвечать и защиту ставим да бьет по антикварке напарывается на воителя воителя убивает хорошо возвращаем пацанов на свои места и сейчас будет битва с ивентом так кажется там просто лут бьем раз у них 10 хп ну тут такие дамагеры дикие что это скорее всего 2 но выйти ли с руки конечно не такой хороший урон этот рис поиграны а лут не дают уже за бои я не понял такое впервые приходишь а тебе лут не дают как то это несправедливо так еще 2 битвы как минимум перед боссом вот два маленьких ой какие какие несчастные какие же они все таки несчастны это раз блин я бы еще бы взять яд не выучен под давай дочь это два надеюсь и шут убивает с 90% вероятность самач á Добро Тут можно собрать хавчика и еще лута Надеюсь, никто там не страдает Страстью к поеданию И несвежего мяса Так, есть еда Использую ее для того, чтобы восстановить здоровье Напомню, я без висталки Хила нормального нет Заходим, бой с сокровищем Хорошо, не босс Но он первый ходит Stressful Mutilation Dodge Неплохо Еще Stressful Dodge Ребята, вы меня так радуете Молодцы Просто молодцы Ладно, давай мелкий вид Это да Потому что много дэмэджем Тут под защитой А, не успел репост сделать Я не достаю, к сожалению, до того Но нужно репост врубать уже И терпеть от дальнего Крюком его притянем в следующий раз Скорость Глядишь, успеем до него сходить Не, у него очень высокая Элдрих Пуш Притягивает, но сопротивляемся Без особых проблем Тут лучше пробить вот эту подругу Потому что она может Нанести Ну, сделать яд Тут достаем до третьей локации С обилкой по оглушенным Ну, на три посты Должен умереть С вероятностью 50% Да, скорее всего, умрет Осталось попасть Ой, а ты откуда появился? What? Очень странный момент Момент Ладно Не проблема, все равно Раз, два, убили, все Девайс выпал Не буду его брать Открываем шкатулку За ловушкой Яд 2 дэмэджа Пропиваем антидот Разведка не срабатывает Впереди до босса еще одна комната И два коридора, соответственно Привал, хорошо Еда есть Еще лутецкий Комната Пусто На разведке не срабатывает Я вообще сделал в любом случае привал И пошел уже сразу на босса Помним, что нет защиты от ночных нападений Еду экономить смысла нет С ними лучше стресс полностью Остаточный вот этот вот мелкий Теперь внимательно В первую очередь Меня интересуют АОЕ Бафы Додж плюс крит раз Урон плюс шанс крита 5% 75% два На троих подействовало Отлично Ну, как бы на всех подействовало На кого могло подействовать Далее Либо я беру Додж спид на одного Но это фигня Стресс снимать не надо Лечить никого не надо Скорее всего возьму Планетейкдаун Все-таки это урон против Двухклеточного То есть это и по Герою пойдет И по котлу пойдет Если сам не окажусь В этом самом котле То очень пригодится Хороший урон Хорошая точность Поехали Ну и Нет защиты от Ночных нападений Поэтому может быть Да, на нас напали Страшно Застали врасплох Перетасовали Они первые ходят Но на самом деле Это Не такие страшные Все-таки Пацаны Шут на задней позиции Поэтому баф на скорость Держимся Стресс Держимся тоже Ну снимем Стресс Не такая большая проблема Накидываем Репост Чтобы обезопасить Здесь наверное Все-таки Убью Для начала Вот этого пацана Потому что Волки Они бьют Только Только Из опасного болезни Навешивают Которая Не критична Абсолютно Она уменьшает Точность Но увеличивает урон Что как бы Ну неприятно Конкретно против этого босса Но тем не менее Жить можно С такой болячкой Это не чума какая-то И не Так лучше добить этого Не ходила Подруга И надо как-то Наверное Хильнуть Хотя бы немножко Несерьезный Хил такой Да давайте Скорость лучше Не хочу Чтоб он атаковал Еще разок Алин Ладно Добиваемся Ой как много денег Разведка не сработала Но как бы Мы то знаем Где босс находится И двигаемся Опа Это серьезно Я бы вытянул Дальнего Сначала Точно Точно И убил бы его В первую очередь Не успел сделать репост Ай-яй-яй Он Отошел Ладно Убиваю пса Который еще не ходил Третий Сейчас будет стрессовать Да На мне репоста нет Бах Бах Репост появился Далее Далее что Далее опять же Скорость Давай Не буду я Стросс пытаться Снимать Не нужно этого чувака Как можно Скорость Девятка А у волков Какая восьмерка Ничего себе Но все равно Первый ходит По одному Правда Я отвечу С критом Между прочим Сколько кровотечения Еще скорость Хочу убить Сюда Как она Походит Урон Отличный Вообще Заходит Я вроде Как К боссу Готов Но сомнения Все равно Присутствуют Один урон Два урона Пофиг Надо покушать Перед тем Как зайти Так А здесь У нас Кажется Нужны бинты Нет Антидот Нужен Кажется Антидот Так Все Файтов Больше не будет Поэтому Давайте Нажираемся Я Я Наверное Еще Пропью Заранее Воду Святую И Заходим Вот Она Красавица 76 У нее Не 82 ХП Она Антиквар Кидает В котел Пожалуйста Пожалуйста Сколько угодно Вари ее Господи Ты же В один Ход Можешь Уйти 33 Почти Половина ХП И Все Работают По Третьей 36 Давай У нее Два Хода За За Ход Ну В смысле Два Действия Неплохо Я к боссу Подготовился Ну Тут Как бы Во-первых 15% Урона Лагерные Навыки Пайте Подобраны Таким Образом Что Бьет И По Первой И По Третьей Локации И Повезло Что Из Четырех Взяли Недемеджущую Подругу В общем Скилл Скилл Все Продолжать Нет смысла Потому что Мне все равно Дойдут Фиксированное Количество Опыта С бонусом За это Подземелье Лутецкий Особо Не нужен Возвращаемся Домой Далее Хороший Девайс На Крестонос Я его В свое Время Когда был Кризис Продал Окупили Точно Этот Поход И Главный Прогресс Ребят Прогресс Получили Все Третий Левел Оооо Короче Брюса Надо Лечить У меня Там Вообще Беда Бэт Хюморс У него Макс ХП Пока Не забыли Давайте Брюса Лечить Это Раз Еще Было Кажется Да Вот Теннекс Смотрим Убирать Между Сложным Средним Это 12 ХП Опыта А длинная Легкая 4 Вообще То есть Надо Сюда Ити Собрать 3 Мэдисенс Для Прогресса Я бы сюда Конечно Сходил Потому что Не факт Что мне Будут Попадаться Такого Уровня Этим Подземельем Надо Пользоваться Возможностью Хорошо Сюда Бы Собрать Пати Которая Точно Не пойдет В темнейшее Чтобы Не В случае В случае Гибели Я Смог Все равно В темнейшее Подойти Пойти То есть Мы выбираем Пацанов С факелами Это Брюс Это Поми Младший Висталочка И Ну что Вилдух У нас Хороший Резисток Яду Но не очень Хороший Протекшн В принципе Можно брать Беску Потому что Там арки Еще есть А кто Там Запас Псы Псы Стресс Хил С раболечицы Аркадь Не получится Но быстрее Значительно Болезни Чтобы Снимать Нет И Ни у персонажа Накладывать Не будут Там Хороший Урон Будет залетать Конечно Но я могу Станеть И Этим Товарищем Если что С неплохой Вероятностью Давай Беску Возьмем Я уже ходил Кажется Уилд На Харду Ну в смысле На сложные Миссии Уилд Именно Такой Патим Так Есть ли у меня Аналоги Героев Есть Аналоги Героев Элдрих Крит Интересует Разведка Уилдах Шанс Разведки В руинах Стress В руинах Уилд Тактика Тоже Лесон У этих Нет Ничего Нормального По разведке Ну только У псаря Есть Лагерный Навык Который Он может Использовать И Получить Фактически Ультимативную Разведку Помя Не хочу Надо с Факелами Только Смотреть Может у тебя Все таки Есть Нет Руинс Эксплор Бобра Не хочу Брать Потому что Он Как бы Вне Этой Пати Получается Так Собираем Девайсы Вроде Как Нормально Все Так Ты у нас Берешь Свой Персональный Раз И Берешь Наверное Такой Персональный Два Почти Персональный Тут Лечение Тут Урон Плюс Блит Блит Они действуют Очень хорошо В этой Локации И Можно Сделать Шанс Застать Группу Врасплох Потому что Помогает Арбалетчица У Арбалетчицы Что Мисс Тухит Мисс Тухит Я Не хочу Брать Против Против Нот Сайз Уан Потому что В части Не будет Работать Эта Тема Скорее Сего Кольцо На Точность Хотя Можно И Взять Против Этих Тролей Огромных А Кто Том Еще Большой Может Быть Босс Может Босс Эскип Будем Если Он Неочевидный То Хотя Можно Такая Патина И на Босса Ходила Ладно Давай Бонусный Урон По метке Она Очень часто Стреляет И у нее Другой Роли Кроме Стрельбы Ну Есть Конечно Саппорт Хил Но Это Редко Возможно Стоит Я Сомневаюсь Что Нужно Что Им Качать В принципе Кристалк У нас На Второй Позиции Стоит Именно Поэтому У нее А У нее Не прокачиваем Стандартный Этот Или Или Взять Вообще Дебаф Такой Минус Додж Очень Хороший Навык Кстати Почему Я не Прокачал Его Ну Потому Что Он И Под Хай Левел Подходит Хорошо И Урон Только На Половинку Додж Убивает Выносит С хорошей Вероятностью 140 По Дебафу Тут Все Понятно Единственное Что Нужно Понять Закрывать Защита От Ночных Точнее Защита От Ночных Собак Терапия Скаут Тут Да 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 Лагерные Навыки С ними Все Хорошо На Дилижант Смотрите Висталка Вытаскивать Висталка Только Нулевая Есть Но Я бы Даже Нулевую Взял Висталку Хотя Практика Прошлого Боя Показала Что Висталка Не Обязательно Мне Осталось Убить Убить Пушку На Первом Левеле И Дальше Мы Переходим Уже На Второй Уровень Где Есть Висталки Собственно Третья Одна Есть Вот Поэтому Наверное Брать Никого Не Буду Стоп А Как Ты Пойдешь На Второго Босса У тебя Левелап У тебя Выбор Между Лоу Левелом Это Две Кортизанки Да Револьвер Офигеть Чет Неправильно Как Мне Этого Босса Убивать Лейше Эти Роустер Увеличивать Что От этих Избавляться Не стоит Потому Что Там Босса Впереди Еще На Т2 Много Может Заменить Пока Не поздно Да Вот Вилл Тактика Надо Брать Одну Куртизанку Убираем Просто Заменяем На Левел 1 Баунти Хантера Второй Кортизанку Тоже Убираем Заменю Наверное Канонира Протекшн Бист Фигня Ранч Скиллс Неплохо Стресс Меньше Чем Но он Может Стрелять По любой Позиции Это Самое Главное Чтоб Фитиль Отстреливать И В общем То Может Стоит С Канонирами Идти На Пушку Правда Там Кроме Пушки Да Давай Лучше Поближе Второй Левел Это Второй Навыки Урона Больше Жизни Больше Доджи Больше Всего Больше Разница Есть Так Ну Что Предстоит Нам Поход За 12 Иксп Сложный Данш Уилд Но Средней Продолжительности Стресс Хил Много ДПС По метке Девайсы Хорошие Поехали Стресс Не будем Ни у кого Там снимать Вот смотри Есть антикварочка Они там Вернулись Вдруг пригодится Только Надо Посмотреть Может Прогрейдим Threatment Cost Может быть Да Надо Менять Щиты Больше Ничего Грейдить Игра Заканчивается Threatment Кост А здесь Что Increased Numbers Slots Это раз Это два Все Других Стрессовиков Вроде бы Нет По Болячкам Есть ли Критичные Вещи Можно конечно У Женьки Убрать Это Там Три Болезни Скорее Даже Так Тут Правильные Болезни Этот Уже Лечит О Нет Поми Надо Лечить Срочно Я Поторопился С Женькой Поми Лечим Там У него Ворис И Минус ХП Я забыл Про Вообще Жесткие Дебафы Привет ФФ Мейстр Привет Всем А поми У меня Поход В этот Шел Но у меня Есть Ой Какой поми Весталка У меня Поход Шла Я взял И закину Лечиться Но вернул Я Я же Вернул Отправил Молодец С девайсами Лечиться Молодец Все 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 Поехали Не экономим На провизии Не экономим Ладно На факелах Можно сэкономить На лопатах Потому что там Открываются Многие вещи Антидота Много Этих Чуть Чуть Этих Чуть Чуть Хватит Поехали С Богом Не расслабляться Я вчера Под конец Блин Трансляции Если вы помните Что там Было Я там Потерял Наполучал БСП Потерял Потом Миссию Чудом Сокола Вытаскиваю А и Вылетает Опять Игра Это из-за Боссов Опять Так Так Давайте Давайте Еще раз Попробуем Если будет Системно Вылетать То Отключим Очень Он переливается Монстром Каким-то Это Одна из Фишек Лейт Стадии Игры Когда И торговцы И ваши персонажи Периодически Их там Другая сущность Всплывает Крутой бобрик Спасибо тебе Да Вылетает Сразу Блин На старте Так Мне нужно Мне нужно Как-то Как-то Поменять Те Которые Не Сейчас Этот Архив Открываем Normal Dungeons Шарит Копируем Ставим Готово Сейчас Должно Быть Все Ровно Ну Странный Бак Иногда Он Все Нормально С боссами То есть Ты ходишь Ничего Не вылетает А иногда Прям Шага Не можешь Сделать Миссии Что Он Уходит Привет Дификсон Приятного Стрима Чатик Дификсона А что Сломали Да не сломали Простые Дончики Ой Ой Какая Жесть Насыщенная Посмотрите Карта Битва 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 Сокровищница Битва Битва Ё-моё Ну с богом Михаэл Ты готов По скиллам Пока так Сразу Гуль У него Протекшен Иконское Количество Наверное Начну с метки И буду Пытаться Его Отстреливать Скалтос По одному Жить Не Наверное Не стоит Жрать Просто Кидаемся Раз Может быть Стоило Этих Сначала Убить Я не уверен Потому что Они могут Болезни Делать И стрессы Навершивают Тоже Убиваются Проще Лечимся Как-то Слабо Конский Протекшен Конечно Ну ладно Крит не срабатывает Половину ХП убрали Кидаемся Он ходит Ориентировочно В последний раз Кидает снова Скал Тос Точнее Скал кидает Череп кидает Ой Молодцы Добило Молодец Беск справился С задачей Справилась Тут Попробуем Станет Но у них Резисты Конские Вот почему Кстати Надо было Еще В первую очередь Убивать И вампир Экспирец Хорошо Нависталку Это Ай Плохо Грязь Дебаф Резист Надо выйти Уже Потихоньку И не тянуть Время И уничтожать Пробивают Отстрели Лучше Понимаю Что будет Еще Ходить Грэйв Нибал Тоже Болезнь Возможно Не срабатывает Наверное Надо было Лечить Тут метку Ставлю Надо Хотя бы Один ход Протянуть Лечимся Ну впереди Еще Две Битвы Как я тут Нельзя его убивать Попробуем Подстанец Снимаем Стресс Арбаличество Тоже Ай Ой Лечение Нужно Лечение Раз Потом Лечение Два Надеюсь Что мне дадут Еще ход Без штрафа По Стрессу Далее Хорошо Ну теперь Точно добиваем Едем дальше Это далеко Не самый жесткий Пак Следующий Ой Какие маленькие Как я рад Паучков встречать Особенно Супрайз Значит У этих Марочка У тех Яд Ну у всех Яд Как бы Но Тем не менее От кого мне нужно Избавиться Лучше От яда Не Лучше Избавляйся Просто От стресса Пока что Ты все равно Тут избавишься От одного Гарантированного Не гарантированного Давай от ядовитого Ё-моё Хорошо Висталочка Добила Ладно Ходят Оглушение Марка Еще Крит На 13 В смысле Стресс На 13 Ну ничего Их остается двое Урон у них не такой серьезный Пока пользуемся Возможностью Ну там Станем их Меняем местами Тут можно будет Подлечить Опять кусает Скотину Подлечить С надеждой на крит Опять же Арбалетчицы Добрый вечер Маркофон Говорит Когда будет Варик Ой Когда же Варик будет Я уже Позабыл Про Варик Стыдно Признаться Не дают Мне Не подлечиться Не избавиться От стресса Вот этими Критами Ладно Давай Антидот Нужен Хотя бы Еще один Хил Ой Как ты Неаккуратно 63 Не Лучше Подлечиться Сейчас же Игра не Закончится Правильно Ход Все равно Будет Скорость У него Семь Давайте Добью Так Это второе Сражение Впереди Комната С третьим Четвертой И пятой Комнатам С кем-то Ивентом Так Другая Тема Грибы Марки Стресс Так У них Сопротивляемость Дебафа Очень Не очень И наверное Арбалечицы Пока что Надо Брать Дальних Делать Дебаф Марки Пошли Арбалечице Сейчас бы Помогло Конечно Наличие Тут вообще Блид бы Зашел неплохо Учитывая 50% Протекшн Учитывая Что это не Блид Стан резист Мало Или добить Этого Упыря Не добьешь Ты Давай Тогда контроль Не контролим Свайп Не потому Лечимся Марочка Пошла Сейчас по марке Будет бить Это сложнее Ренд Мак Мак Хотя 14 урона Не так много Embrace the dark Стресс И тушит Факела Это яд Кажется Четверка Отличный Блид Я в прошлый раз Накинул Сейчас на этих Но промахнулся По двоим Очень Не очень Давай-ка еще Настакиваем Дебафы Они работают Тут продолжаю Пытаться Застанеть Получилось На этот раз Ну и лечимся Лечимся Вроде как Более-менее Ровненько Но Придется еще Потерпеть Стресс Придется еще Потерпеть Удары Такие вот Неприятные Embrace the dark Опять стресс Ну что Опять дебаф Или пытаться Добить Не, а лучше Наверное Даже подхиляться Потому что По первой позиции Я лечиться нормально Не могу Тут Подстаниваем С критом Меняем местами И выводим Его из С боем Давай, блин Мне нравится То, что там Настакивается По шесть По шесть По шесть По шесть И лечимся Они не перебивают Меня пока Тут некому Тут дэмэджить Если ты одного Станешь Рендем актов Это запасный удар Если крит Вылетит Там 30 Может быть Поэтому Она с любой С любой позиции Эта бабка Работает Так Этот не умрет Давайте Последний Блит Чтобы этот Сдох Тут Лечимся Бабушка Наверное Будем уже Месить Те текают По девять Иногда Даже Ой, хорошо Свайп Это с оглушением Кажется Была тема Давай лечимся Ну что Бабушку Пробуем Маловероятно Лучше Опять же Блит Выводим Из строя Ковом Этот умрет И так До того Не достаем Не достаем Да Не достаем До того Тут не хватает Урона Наверное Вот так Лучше сделать Чтоб стресса Не было Пропускает Умирает Тут лечим С критом Стресса Особо нет И что делать Так Бить Тоже Не надо Бить Не надо Бить Надо Все Все Трое Умирают От кровотечения Хорошо Сочетаются Блит И дебаф То есть Они Атакуют Плохо Не критуют Мажут Периодически И при всем При этом У них Время Время Идет Тикает Тикает Семерочка Стресса Умирает Три драгоценных камня Неплохо Деньги Некуда Класть Наверное Вот так Сделаем И положим Денежку Сюда Дальше У нас Сокровищница Которую Надо будет Пропустить Из-за того Что есть Привал Есть много Девайсов Которые Нужно Да Пропускаем Сокровищницу И идем Снова Сражаться Ооо Гигантская Эктоплазма Протекшн И додж Хороший То есть Через Меточку Надо ее Мочить Дебаф Резисты Несерьезные И они Сработали Блин Ладно Или еще Одну метку Поставим Чтобы протекшн Убрать Совсем Резист Опять Да вы Издеваетесь Как там Там 150% Ну в общем Не везет Протекшн Не снял Урон Не нанес Называется Дебаф На что На скорость А ведь Сталки Пофиг На скорость Тут все Дебаф На скорость Бьем тогда По метке Чего 40 Крит Нано И еще По меточке Один Слабенько Стреляем 21 Набиваем Это троица Такой классный Урон Наносит Просто Заглядение Лечимся И наверное Просто Просто прыгаем Спротивляется Гад Бледум Придется Так добить Можно похавать Немножко Раз Два Все идет Ровненько Не хочу Сглазить Но пока что Все идет Ровненько Масса сражений На старте Все они В ноль Заходим Следующий бой Ооо Новый Гигант Застали врасплох У него протекшна Нет Но смотрите Я хочу сначала Избавиться Все таки От дальних Потому что Потому что Бабка ставит метку Этот по метке Бьет Дика Ну Три бренч Смэкдаун Кажется у него бонус Поэтому Поэтому Надо прыгать на нее Но у нее Додж конский Я наверное Схаваю Вот так вот Чтоб попасть Вообще 58% шанс Тут я не достаю Придется А я могу подстанеть Этого С вероятностью 70% Да Получилось почти Тут наверное Дебаф Потому что 140 Да Вероятно Попробую добить ее Нет Не кританешь Не добьешь Нет там же Блит был Не посчитал Вася Метку на висталку Опасно уже Сюда же Рэббит на висталку Тоже опасный Блит еще вешает На всех Confusion Sports Меняются местами Пацаны Позиция не очень хорошая У У Псаря В частности Остальных все Об Embrace the duck Да Ну тут вариант Либо я делаю Блит Я делаю Блит Не хочу Время терять На перемещение Тратить его Не хватает Урона Потому Сам можно добить Или этого Все таки Подстанет Второй раз Вероятность Хорошая Давай Если один раз Не получилось Не значит Что второй раз Не получится Тут персональное Лечение Не буду снимать Стратить бинты Пока Пропускает Хоть тролль Здесь опять же АОЕ Чтобы немножко Попасть Чтобы от Блида Она умерла Остается только Собакам Которую бы Минуснуть Но для этого Уже надо Меняться Местами Пробивать Липса Пробиваем Умирает Остается Тролль Полечим Всех Ставим Метку У него Как раз Додж Шанс Какой 140 Не Хороший Резист Резист А вот Это Сильный Удар Но Без метки Поэтому Не ваншот Накидываемся На него 30 67 Не хочу Убивать Может это Ошибка Нет Не ошибка Я подлечиться Хотел бы Чтобы Не идти В следующий бой С ним Непонятно с чем Более того Попробую Оглушить Для начала Чтобы еще один ход Выиграть На снятие стресса И на Ну хотя Я не сниму Стресс Не сниму Стресс Я могу Накинуть На него Дополнительный Блит Чтобы он В периодике Сам умер В определенный момент Тут лечимся И тут лечимся Хорошо Добрый вечер Скрипкам Так Так А сейчас Сейчас он будет Ходить Дай-ка Добьемся Он умрет На свой ход Я успею Еще Последние ХП Вылечить Ну почти Но скорее всего Он будет Ходить до Весталки Хотя у него Единичка Или двоечка А у меня Троечка Успеваем Подлечиться В конце Добро Он умирает И Все хорошо Так А чего Отказываться Чего Отказываться Разведки Нет От косточки Надо отказываться Все-таки Меняем Местами Может Привал Сделался Сейчас Меня Скорее всего Будут ждать Просто Полпустые комнаты Привал Делать Особо Смысла Нет Сокровищницу Нашли Стресс Снимать Не нужно Лечиться Не нужно Если Впереди О Лопата Мне все равно Нужно Собрать Три Мэдисен То есть Тут Надо будет И туда И туда И идти Вряд ли Оно Все в одной Половине Средоточено То что Столько Боев Было Пройдено В самом Начале Это Должно Упростить Так Здесь бинты Нужны Помню Денежка Нужна Да Там Факелы Создавать Что ли Пять факелов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь И Привал Есть Ладно Выкидываем Факелы Аркадий И снова Пусто Стоило Ожидать Привал Поели Двинулись Дальше Куда Тавится Нет Тоже Пусто Вот он Крестовый Примет Опять же Вместо Чего Вместо Чего Давай Не будем Пока его Брать Дойдем До конца Вдруг Все таки Сделаем Привал И Избавимся От части Части Лута Там еще Алтарь Впереди Деньги Теряю Заходим Проверяем Пусто Предлагаю Сделать Привал Исключительно Ради Лута На Восьмерочку Защита От Начинать Нападения Застать Врасплох Скал Ченс Мне Не Нужен Ладно Давай Сделай Скал Ченс Давай Персональный Баф Готово Так Два слота Освободили Один Пойдет Под Квестовый Предмет Мне Факелов Не хватит Я не рассчитал Еще что Мне нужно Обратный Путь Еще идти Еще плюс Один Два Факела Так что Последние Сражения Будет Видимо В Кромешной Тьме Если Мне Придется До Конца Эти Лопатой 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 На стенку Напоришься Будешь Руками Раскапывать Могилку Найдешь Не Раскопаешь Тоже Больше Больше Меня стенки Конечно Беспокоят Лопаты Хотя Две Лопаты У меня Было Я думал Что У меня В стак Только Один Остался Лопат А так Тогда Вряд Ли Будет Уже Столько Открываем С ключом Так Не Надо Никаких Гербов Ничего Вот Этой Вот Всей Хрени Мне Она Не Нужна Чисто Деньги Да Я Говорю Мне тоже Руки Такие Загребущие Не могу Ничего Поделать Так Тут Застали Врасплох Хорошо Резист К дебафу Хороший У него Надо Начинать С метки Все равно Тем более У него Шанс Сделать Минус Протекшн 170% То есть Вообще Близко К соточке Да как Резист То Погоди 170 85 А 85% Всего Всего Лишь 85% Бьем С критом Бьем Просто Даже Висталка Дебаф Навесила Своим Никчемным 140. О, у тебя же бонусный, да? 90, 31 крит. 1 к 3 крит. Если бы крит сработал, убили бы, скорее всего, слайм. Но тут урон... Вот у этой урон хороший. Биг слайм. Вот он. Но он тоже не ваншотает. Спокойно, ребят, спокойно. Метки больше делать не будем, потому что на 2 удара. Нафига. Это плазм. Что это? А, я не знал, что он так работает. То есть с задних нужно отстреливать. Окей. Раз. А-а-а! Вы не охренели ли? Так, умрет. Слайм смак 4. А, это с оглушением. Ох! Ну вот думай. Думай. Да что думать? Надо марку ставить на него. И этого отстреливать тебе уже. Держим. Ты вот этого кусаешь. Не добиваешь, да? Ну, бас. Опять стан. Ой, с критом! И стан еще. О-о-о-о! Как могу потерять вообще? Держимся, ребят. Так, надо, наверное, пропить. Пропить штуку для... Нормально все будет? Стреляй. Аркадий. Лечимся, снимаем стресс по возможностям. Как-то будем мурыжить эту. Хотя сложно снимать стресс, если у тебя тут... И лечиться, если тебе там МАУЕ станет. Ну ладно, сейчас сопротивляемся. Воем. Так, оглушение вряд ли сработает. Потому что 46%. А тебе больше нечего делать. О-о-от. У него же сработало 15% резисты. Значит, ты сюда будешь сработать. Да-а-а-а. Хочется добить. Но боюсь, что... Это будет ошибкой. Да ты что? Хорош критовать-то, друг. Что не удар, то крит. Ладно, у меня-то у меня шанс 25-30. Но он-то за... Почему? Опять... О! Видишь, не попал. Пробуем застанет снова. Срабатывает. Тут снова стресс. Хорошо. Наверное, уже можно его... Можно поменяться, на самом деле, местами. А, она не может меняться. Забыл совсем. Снимает уже стресс критом. Тут тоже надежда снять... Так, проходит ход. И он... Да, и добивать, пытаться. Нет, ты тобой. Ой, молодец. Сокровище берем. Разведка срабатывает. Стенка одна. Кюрио, кюрио, кюрио. Короче, два девайса, они слева находятся. То есть можно направо не ходить. Убираем эту стеночку лопатой. Остается пять. Их хватит. Так, могилка. Могилку мы... Из-за какого закрытой базы, закрытых пространств? Наверное, вот эта вот одержимость странными знаниями или что-то в этом роде. Да. Кюрио, это вот любопытство, которое сгубило кошку. Все раскопало, получило жуткое заболевание. Так, это квест локейшн, последний будет справа. Да, чему надо лечить. Ну, кстати, еще почему нужно пускать на такие миссии пацанов, которые не пойдут в темнейшее. То есть с факелами пацанов, чтобы, ну, у тебя был... У тебя был... Не было после таких вот фейлов необходимости кого-то там лечить. В темнейшее вполне вероятно после этого еду. Заходим. Так, тролль, застали врасплох. Ладно, давай стан, пробуем. Есть. Сначала неплохое. Тут кидаемся, скорее всего, на бабку. Нет, не на бабку. Да точность никакая. Я лучше на бабку клетку сделаю одну. Ты пробивай. Может, добить лучше. Добей. Ходит. Метка. Этот пропускает ход. Embrace the dark stress. 9-11. Ничего, ты пока руби по вот этой подруге. У него 52 точность, господи. Это псарь еще мега точный, ведь. Так, ладно, давай бабушку добьем все-таки. Метку будем арбалечиться ставить. Потому что у него только додж. Все, доджи нет. Влечимся в надежде на крит. И вот бьет... А, поезд с поезд. Это все просто яд. Мелочок появляется. Наверное, я не буду бить мелочок. Этим. Лучше уж выдавать вот такой вот урон без крита 42. А, какая грязь. А может и неправильно. Тут вопрос, как повезет, не повезет с этим, с болезнью. Ой. Срочно антидот. К сожалению, только точечное лечение. Надо было еще пропить этот. Так, давай по метке 29. Тут либо мы апперкотим, либо пробиваем. Лучше пробить. Крит 67. Ё-моё, что он творит? Теперь надо поменяться, наверное, псарем местами. Ладно, ты сначала лечишься. Один ход сейчас. Перебинтуем. Псарь меняет сейчас местами, вместо того, чтобы стресс снимать. Здесь мы делаем лечение плюс баф на следующий хил. Тут подругу подстанивать пытаемся, чтобы не было еще рандома. Еще хил. Сейчас будет с бафом 76%. Меточку поставь. Вот. И на следующий ход 22 точечных хил. Разве это не прекрасно? Все, справились. Лопату выкидываю, деньги беру. Тут открываем еще один сундучок. Свисток есть. Разведка пошла. Да, придется еще сразиться раз-два. Два раза, да. Два раза сразиться. Свисток просто продать можно за косарик. Бинты выкидывай. Свисток бери. Еще же сокровищница впереди. Перекус. Собираем. Тоже денежка. Встреча. Квестовая тема, но я не буду ее сейчас брать. Просто потому что хочу сначала бой провести. Понять, что мне не нужны будут там ни святая вода уже больше, ни антидот, ничего. Здесь снимем стресс уже, потому что понятно, что можем мы это себе позволить. Ваншоты. Наверное, все-таки человек, который не ходил, но могу не ваншоты. Но повезло. Тут отстреливаем так. Тут лечимся. Пять пес. Рэббит раш. Снова минус стресс. У троих может быть, во двоих сработало. Добиваем того, кто не ходил. Собственно, здесь, наверное, и лечимся немножко. Висталка будет. А тоже лечись. Новый герой. Тут их нет, да? Тут нет нового героя. Есть такое дело. Ну, может, мы канониров увидим в следующей миссии против этого. Больше не с кем идти, кроме как с канонирами. Как он бьет, а? Так, еще два косаря. Ладно, допустим, так. Убираем святую воду. Проходим мимо квестовые локации. Комната, битва и... Последняя квестовая штука. Последний бой. Вот сейчас последний бой. Разбойники. Врасплох не застали. Увы. У этого додж, у этого протекшн. Резист сопротивления к бледу нет. Наверное, я буду делать арбалечицы этим. Дай. Да, дебаф хотел сделать, успеваю. Не успеваю. Ловлю крит. Лечусь. Что же мне такое лечение-то? Стремное. Point blank shot. Плохо. Весталки плохо. Она не сможет действовать. Пока дебаф на всех. Потому что поменяться местами. Или поменяться местами, либо... Не, меня есть местами. Надо доставлять. Но... Какая грязь. Так. С этой позиции я станет не могу. Но могу этого пытаться добить. Да ё-моё, ну хватит. Хил на Весталку. Там двое ходят. Ой, хорошо, что дальнего бьет. Ой, хорошо. Тогда Весталочка спокойно подлечится. Да-да-да, Рейн офис. Поздая стресс, урон и блит, возможно. Надо добивать этого упыря. Тут, скорее всего... Может, даже и метку надо ставить на этого. Или на этого, чтобы быстрее убить. Да, давай метку на этого. Вот, вот, из-за... Так. Бинтов у меня нет. Резист в бледу убираю. Достреливаем так. Сейчас нужно привести дела в порядок. Распределиться нормальным образом. Возможно, по метке добить этого упыря. 60 крит. Нельзя здесь меняться местами. Хотя надо меняться местами. Сейчас ли только... Может, умереть. Да, меточку. Ну, поинт-блэнкшот, если сработает от него. Я лучше вот так поменяюсь. И буду точечно лечиться. Опасно. Опять блит. Там 9 бледа висит. И здесь тоже 6. Капец. Стану или удар по метке. Это последний бой. Не рискуй. Бинты он блин выкинул. Стану. Какая вероятность? 70%. Да, давай, стану. Резист. Панишмент на одну. Это хорошо. 7 дэмэджа. 11 хитов. Либо выстрел, либо лечить. 6-7 хитов. 16. Надо, наверное, стрелять. Надо стрелять. А как я выживу? Ой, хорошо. Я думаю, как мне после этого. Ну, едой надо будет выхиливаться. 3, 6, 7. Хватит. Ой, главное, чтобы гоп-стопа сейчас не было никакого. Это я нафейлил, конечно. 6, 3, 7. Так, поменяйся с этими местами. О, хавчик. Если в комнату пойдешь, ты предпоследний. В смысле, в комнате квест локейшн, а не файт. Откуда ты решил, что здесь файт? Так, выкидываем раз, выкидываем два. Возвращаемся домой. В смысле, не домой, а квест локейшн и в сокровищницу. Главное, повторюсь, чтобы сейчас не было никаких встреч неожиданных. Они могут быть. Так, это квестовый предмет последний. Но я продолжаю в сокровищницу иду. 7,5к. Внимательно смотрим на мини-мап. Один перекус, если что, есть. На стресс я тоже нахватался. Главное, выжить. Но я могу в любой момент свалить. Ох. Вроде чисто пока по мини-мапе. Факелов нет. Перекус, кстати. Последний из возможных. И последняя комната. В смысле, проход вот этого до... 2, 3. Хорошо, хватило. Тушим факел. Открываем. Выкидываем еду, лопаты. Берем ключи. Выкидываем ключи. Собираем все. Вообще класс. Закрыли миссию. Не без риска. Но зато это самая прогрессная миссия в последней локации. 30 косарей взяли. Историческая слепота. Точность, если. И булимия. Ладно. Тоже ерунда. Сейчас будем смотреть. Идем ли в темнейшее. О, Threatment War is free. Medical War is free. Это прекрасно. Можно сейчас в Medical War. Ах, у троих. Так, главное, определи, кто у тебя там клевый. Закреплять им нужно навыки. И избавлять от негативных, что самое главное. Так, первый Damage Melee Skills. Кандидат. Это Брюс. Ну, берем тех, конечно, кто без факелов. То есть, те, кто пойдет в темнейшее. Упс. Минус дэмэдж, если Torch Blow не нужно. Дэмэдж. Рэндж скиллс. Ок. Скорость, факел, стан, скорость, скаутинг. Не алло. Так, это у нас Брюс уже, да, здесь? Да. Поми. Ерунда. Хорошо. Хорошо, хорошо. Минус дэмэдж в первом раунде не так много. Надо смотреть на дамагеров, на самом деле. А их не так много. Во, эвэйзив, тав. Дэмэдж мили скиллс. А тут? Крит мили надо убрать. Да, давайте возьмем так вот пасаря. Что хочу? Дэмэдж мили. И... От этих не избавиться, да? Или можно избавиться? Obsessed with killing. Крит мили скиллс. А, у него... У него же не мили, что я несу? У него же, блин, не мили. Так, давай с Брюса начнем тогда. Спокойно. Рэндж скилла нет. Этот нет. Это нет. Элдрик слэйр. Рэндж нет. Скорость вряд ли. Дэмэдж минус 5% мили скилла. Вот ему да. Бесплатно. Первый пошел. Выбираю, естественно, среди топов, потому что там конское количество денег. Нужно 10к где-то на то, чтобы закрепить эти навыки. Скорость там нет, нет, нет. Нужно дамагерские вещи. Хотя вот тут минус 5% рэндж. Можно скорость закрепить просто для того, чтобы метку кидать. Рэндж. Скорость и... Рэндж скиллы. Ориентировочно так. Так, этим товарищам вообще, тем, кто выполняет роль саппорта, скиллы особо не критичны. Поэтому выбираем между дамагерами. Что по пупсаря? Додж хорошо, стресс скиллт хорошо, тав хорошо. Но негативных, серьезных нет. Шут. Негативных, серьезных нет. У этого псаря нет. Нет. Все получается тогда. Тогда мы арбалечиться сначала. Закрепляем ей, наверное, скорость в первом раунде для метки. И для дебафов, в общем-то. И лечим от минус урона, от рэнджа. И выбираем внимательно третьего кандидата. Еще разок. Кому же, кому же лечиться. Еще раз смотрим на помем. Хороший навык. Хороший навык, хороший навык. Наверное, минус дэмэдж в первом раунде ему возьмем. И закрепим. Либо тав. Нет, лучше тав закрепить. Убираем все свистфуды. Трупы. Давай, come. Можно еще болезни повлечивать на халявку. Кажется, из-за того, что я сейчас поместил товарищей... А это что такое? Short. Беда. Надо идти в даркест. Судя по всему, уже... Ну, либо в даркест, либо на этого босса. На пушку. Хорошо, в даркест кто может пойти? Те, те, кого ты сейчас отправил лечиться. Бас. Не, ну почему? Висталка есть. Шут есть. Этот есть. Но у тебя нет самого главного тащина. Нет Брюса. Нет, Брюса. Да, посмотрим, что у нас в дилежансе есть. Вдруг там придет что-нибудь висталоподобное. Хрен с два. Но есть оккультист первого левела. Оккультист первого левела. Он, в общем-то, может выполнять роль в этой... В этом походе и саппорта. И, собственно, может еще... Наносить какой-то урон. Или станет, кстати. Оккультист может зайти хорошо. Ладно, пушка первого левела. Господи, что мы там не убьем-то? Пушка. Кто есть? Есть у нас сразу же на первую позицию Моминот. Халяву, лизай, полечитель, что ли, некого. Смир. Ну, во-первых, я сейчас сразу совершил ошибку, что вместо того, чтобы оценить, куда идти, сейчас бы надо было в темнейшие идти, я взял закреплять навыки у группы, которая идет в темнейшие. Как бы не очень хорошо. Вот. Поэтому я на полпути, как только осознал этот косяк, решил болезнь не трогать, а сначала набрать пати, а потом уже идти куда-то. К Брюсу есть два револьвера, то есть у них там второй уровень. Но, может быть, имеет смысл в дилежанте кого-то... Да, антикварку взять против пушки, вообще найс. Тут оккультиста нужно брать. Все-таки на хил. Но для этого нужно отказаться от кого-то из вот этой команды. Наверное, откажусь от взятой замене Тей. Мне не нравится то, что пацаны неподготовленные, учитывая то, с каким запасом мы с вами. А что там будет? Там будут разбойники, работа под первым двум позициям, главным образом, и необходимость вырубать человека, который будет находиться на любой из первых трех позиций. То есть, в принципе, вот Кабум какой-нибудь у канониров он может зайти. Сейчас будем... Так, ты точно не здесь. Кабум, какой урон? Минус 20 модификатор, Move, Resist. Ага, точность против метки. Потому что они неплохо сочетаются, потому что есть же еще меточка. Меточка и два канонира. Хороший урон будет заходить. Окей, ладно, давай тогда в... Набрали же пацанов, да? Набрали. Считай, что набрали. Уходим, смотрим, какие навыки нам нужны. Убьем пушку, закроем весь Т1. То есть, все то, что у нас здесь снизу, по уровню, можем спокойно увольнять. Ну, то есть, тут осталось-то мало народу. Ах, ой, беда. Тебе бы взять, во-первых, удар по третьей клетке. Перемещать, кажется, его нельзя, поэтому просто ты можешь атаковать, ставить метку и... Я не помню, что у пушки по протекшену. Его можно станеть еще, опять же. Дай-ка тебя стану еще прокачаем. Он работает по первым двум позициям. Может, реально лучше... Если будет крюк... То он не перетаскивается. Алло. Лучше стан. А чем лучше стан, скажи мне? С крюком ты, по крайней мере, можешь на него, например, блит накинуть. Блит не очень эффективен против него, потому что тебе нужно убивать его в один ход, а там периодик на три хода. Соответственно, ты либо его тянешь, но я не знаю, насколько это реалистично, либо ты его станешь в определенных ситуациях. Либо так, либо так. Окей. Так, здесь у нас хил. Это тоже метка. Может пригодиться. Минус додж. Но я бы взял какой-то контроль, типа станом. Или даже артиллерию. Но это против Элдрих. А можно взять ножик. Сакрафайшл. Хороший крит-модификатор. Он тоже точно... Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Это не хочу брать. То есть хил понятно. Метку, допустим, вставляем. Стану 110% маловато, конечно, будет. Он может быть на четвертой позиции. И тогда лучше взять артиллерию. Ну и ключевые пацаны. Это канониры. Во-первых, они по левелу повышен. И у них, во-первых, есть Кабум. Которые... Короче, трое у нас работают по метке. Получается. И по любой точке. То есть мы ими гарантированно отстреливаем. Надо взять триньки на урон по людям. Обязательно кому-то из них. Что за руки-джамп? Руки-джамп. Я бы взял станчик еще. Вот этот станчик. По первым двум. Тут, блин. Против стан, против марк. Вот что нужно взять. Вместо чего? Может, Light and the Fuel все-таки оставить? Блин. Не знаю. Ладно, у тебя что? У тебя практически то же самое. Только без метки. У кого скорость какая? 4, 4, 5. Скорее всего, метку будем ставить здесь. Метки на Protection? На дольше, на Protection. Ладно. Тут метку не обязательно брать. Я бы взял разнообразие ради вот эту вот обилочку. Ауешную на 3 локации. На пушка действовать не будет, но в принципе может помочь. Марочку снимать еще можно. Но она против пушки вряд ли пригодится. Ох, что-то мне не нравится в этой пати. Лагерные навыки. Пушка занимает одну клетку, поэтому вот этот баф не очень хорошо пойдет. Шанс застать врасплох лесом идет. Бафы. Вот у вас что за бафы? Защита от точных нападений уже хорошо. И скаутим ченс на двадцатку. Сайз 2 лесом идет. Точный скрит, рейндж скиллы хорошо. Да, давай берем так. Сразу ставим. У тебя уже есть эта штука, да? То есть тут защита от нападений баф. Тут просто баф. У тебя есть персональный баф какой-нибудь? Да, вот, точно скрит, пожалуйста. Давай, бери. Ай, ну да, конечно, как-то возьмешь, если не выучил еще. Там главное не мазать по этому упырю. Я помню, у него додж есть. Десятка-двадцатка, как-то так. И девайсы нужно брать не только на урон, но и на точность. Поэтому, скорее всего, я наберу плюс два кольца. Вот этим вот пацанам. Дэмэдж точность. Дэмэдж точность. Здесь-то понятно. Дэмэдж, мув, скилл, чэнс. Против людей бонусов у меня сколько? Один или два? Два. Отлично. Канониры, братья-близнецы будут с бонусным уроном против людей. У оккультиста нормальных девайсов нет. Я могу ему взять девайс на хил. 30% хилинг скилл, чтобы хоть как-то. Тут можно добавить крит мили вот так. А этому, например, шанс застать группу врасплох. Какие еще варианты? Точно сможешь себе взять, например. Точно сможешь взять и протекшн. И мне дойти, я думаю, до босса главное. Так что перекрась канониров. Что-то они не красятся вообще. Они одинаковые. Все, вроде готово. Ты лечишь, делаешь метку на додж, станешь и наносишь урон. Наносите урон, станете, наносите урон, станете, ставите метку привалы. Стан, урон по трем позициям. И еще селф-баф. Селф-баф вот это вот. Девайсы ок, 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 ок. Работаем. Последний босс Т1. На 76-й, блин, неделе. Опять же, не экономим на хавчике. Не экономим ни на чем. Затариваемся полностью. Пропиваем обязательно. Бледы будут точно. Ну, в смысле, кровотечения от разбойников в большом количестве. Факелов возьму. Два стака этого хватит. Яд не нужен будет. А, болезни вылечить. Точно, болезни забыл вылечить. Черт. Да, из тех, кто остался у нас, надо... Можно на халяву вылечить болячки. Там нет критичных, насколько я помню. Давай все-таки шутун. Так, сделаем. У Соколика... У Соколика серьезная тема. А, нет. У него булимия какая серьезная. Нет, булимия это... Это ерунда все. Vampire Experience. У троечек может вылечить. Ерунда. Вот, вот. Мирону нужно. Мирону вылечили. Все, забили под завязочку. Санктуариум или как он это называется? Санитариум. Единственное, что придется после вот всех... Ой, стоп. Я же могу попробовать еще девайс какой-нибудь присмотреть. У меня же деньги есть. Висталка. Дэмэдж. Дебув скилл чэнс. Протекшн на позиции. Хили нафт. О-о-о-о. Слушай, это неплохой девайс. Это только для... На второй позиции. Но баф по хилу отличный. И дебув с... А, 15% стресса. Ай-яй-яй-яй-яй. Канонир. Хили на весь их. За 9к я бы взял. Присмотрелся бы. Мне он нравится. Там... Это самый лучший баф по хилу. 33%. И... Без такого жесткого штрафа, как голова там, которая 30-ку дает. Плюс там еще же урон. Дебув скилл чэнс. Она же дебувает на точность. Поехали. Последний босс. На Т1. Моя первая пушка. Ой. И очень стрёмная пати. Вы хотели новых героев? Вот там сразу два револьвера. Ах, Аплей, да нормально все. Надеюсь, у тебя тоже все хорошо. Пушку я не встречал даже в... В битвах в комнатах. Поэтому о характеристиках только на память. У самого канонира скорость минусовая. То есть он ходит стабильно самым последним. У него порядка 17-19 хп. Приблизительно 15 доджа. Если мне память не изменяет. 15-20, так скажем. У пушки огромные резисты ко всему. Много протекшена. Протекшена. И находится она в левом верхнем углу. Работаем. Открываем. Немножко дополнительного хапчика. Тут бинты. Главное дойти. Дойти будет сложнее. Скорее всего. Так же, как с этой с... Разведки еще нет. Черт. О, разведка пошла. Как услышали. Бой, бой, бой. О, бой. Ладно. Я, пожалуй, хавчик еще дополнительно возьму тут. Лечение. У тебя точно лечение есть? Восточность лечения. Ой. 18-15, е-мое. Так, это же у нас Элдрих. Это Хьюман, к сожалению. Но учитывая то, что вот эти вот опасные самые... Надо их, наверное, стараться бить. По всем. А, у меня минус стресса нет. Это не очень хорошо. Добивай раз. Кабум. Два. Да, ё-моё. О-о-о. Это провал. Факел еще потух, блин. И он... Я не успел факел зажечь. Так, такой фейл. Срочно убивать дальнего. Слава богу, попал. Там я уже стресса столько на... Не терпелся, капец. Ладно, метки нет, поэтому добиваем этого Укариан. Ты с этой позиции же даже лечить не сможешь, да? Станем одного. А, и ты гасишь факел еще приятный. Красавчик. Давай еще один станчик. Во втором. И снова на этого падисла. Следишь про такую. Этим с бонусом по... По застаненному. Блин, грязь какая с этим стрессом. А-а-а. Кхм. Просто жесть. Стан резист и конским. Можно так сделать. Это хороший урон. Надо было, наверное, с него начинать. Меняюсь местами для хила. Кабумен первым. О, оглушение. Да лечиться надо из-за Кабума. Сдвигаются. Я тоже не знал, что сдвигаются, блин. Меняюсь местами. А он не может меняться местами. Капец. Вот и познакомился с новыми. Давай, пробую оглушить. Не знаю, кого добивать лучше. Несколько ли вообще добивать. Хотя бы разок вылечиться нужно, ну. Хорошо. Хорошо. Он умрет. Мне бы сходить до него. Пятиль жгун. Дай сходить, а. Хоть разок подхиляюсь. Спасибо. Добей. Добей. Какая же стрёмная пати. Куда же я полез? Снятие стресса-то вообще взял? Есть одно минус стресс. Есть снятие стресса легенькое. Есть легенькое снятие стресса. Блин. Сейчас очень многое зависит от того, какие будут враги. То есть ты после Кабума сдвигаешься назад, да? Нокбэк на единичку. Понятно. Поставь их таким образом поскороче, чтобы они меняли друг друга и таким образом не спихивали акутиста. Так там же скорость трандомная. Вообще так и должно происходить. Должно было происходить. Там 8,2 у первого. Паучки. Ладно, здесь, по крайней мере, стресса нет. Я попробую сейчас поуешать оккультистам. Ой, в смысле, оккультистам. Ну и оккультистам тоже. Вот этим я хочу поуешать. Не, не этим. О, хорошо. Останечка. Да, бро. Ну, совсем другое дело. А там пак, конечно, был непростой, надо признать. Лечи пока себя на 3. Ну, хоть блит не повесил. 14 крит. Хорошо. Бабла много. Куда его, непонятно. Хавчик не хочу выкидывать. Стенка вроде есть, но одной хватит. Реально лопаты. У, четырех лопат хватит. Открываемся. Фигня. И еще одна битва впереди. И не только она до босса будет. Это точно. Тут я кидал антидот или этот. Антидот, спайдер, точно. Нет, ну, вот логика где? Там прям яд стекает по этой. Бинты тоже могут пригодиться. Не, главное не деньги здесь, ребят. Главное дойти и босса убить. Эту пати даже можно похоронить. Ну, в смысле, ее потом уволить всю. Но босса надо убить. Ой, здрасте. Так, застали врасплох. Хорошо. Сейчас вот внимательно. Это у нас Элдрих. Тут практически не задумываясь по дальним двум бьем. 5-4 бонусного урона. Немного. Скорее всего, надо выводить кого-то из боя. Хотя, может быть, даже приложиться к этому. Да. Тут. Кабум, поэтому сейчас должно быть еще Ауе, да? Вот он. По трем. С Блидом умрет. Это только следующий ход. Ну, неплохо. Неплохое начало. Марочку, правда, поставили на меня. Буду сейчас долбить. Рэндом Мак. 7. Этот умирает. Двое, короче, остается, но меня пробивает. Маркин. Есть точечное лечение, великолепное. Поэтому... О, реально великолепное. Я хотел с ноткой сарказма это сказать. Сказал-то так, но очень... Абверта не подвел. Здесь можно... Под... Нет, нельзя. Тут просто стреляешь наверное вот так даже в надежду на крит. Опять пробивают скритон на этот раз. Крит это сразу по стрессу. А, ты не можешь делать ауе стан, если... Понятно. 8. Попробуем добить. Добро. Пропускает ход, умирает и принимаемся за это. У него протекшн. В принципе, можно и меточку на него поставить. Добавь скиллчанса нет никакого. Поэтому давайте начнем с меткими. Тем более здесь же тоже мы по метке бьем. Да, точность. И дэмэдж. Раз. И слечим глаз. Бьет гад. И снова крит. Как этот фитиль лучше подожгу. Я не хочу его сейчас убивать. Еще фитиль. Да ладно. Так, можно? 600% дэмэджи. Крит хилл на 4. Это превосходно. Попробую подстанет так. Молодец. Добивать надо его. Так и не выстрел. 600% дэмэ. Ну, там не 600 будет. Там он уйдет. Разведка пошла. Дайте... О, сокровищница. Два боя еще. Сокровищница. Надо возвращаться, конечно же. Сейчас ее брать некуда просто. Так же, как и... Не стоит открывать, получается, и этот сундук. Ребят, главное дойти до босса. А потом его убить. Не застал врасплох. Подстанет не могу. Пробую пробить этого. Не успеваем. Сейчас может... Он, скорее всего, успеет сходить. И там не пропрет дико. Мне вроде как пропирает. Я могу... Есть вероятность. Процентом 30 с небольшим... А, если с критом, то да. Убиваем стрессовика. Здесь делаем станчик. На двоих еще дебаф. Стан резист. Неплохо. Да, и кабум тогда. Раз что этот раз не получилось, следующий сделаем. Тут лечимся, естественно. На ноль. Пробиваем по застаненному. И стреляем с кабумом. На 31 урон. Да, в этом его фишка. Так, я бы похавал. Перед следующим сражением. А вот здесь нужен антидот, кажется. А зачем я сейчас это собираю? Выкидывай антидот. Не надо собирать уже эти вещи. Если это лут, то просто проходи мимо. Разведка. Вот это важная разведка. Я смогу одно сражение, возможно, обойти. Так, алтарь. Цветая вода нужна. Да. Руинс. Ну, короче, разведка в руинах. На десяточку ерунда. Еще один бой. Много стресса в бою. Очень много стресса. Капец. Попал молодец. Тут просто стрелять. Одинаковая вероятность, но этот больше стресса дает. Поэтому пробую того забрать. Дотянемся. Ее, одного убили. Вот сейчас... Попади по-дальнему, а? Да давай лучше тогда. Блит. Ее, все. Двух стрессовиков самое главное в первый ход убрали. Терпим. Причем здесь без метки терпим. Поэтому это все норм. У них овердэмэджа не может быть такого дикого. Я бы сделал, опять же, станчик. Кстати, неплохо канонир с баунти-хантером сочетается, получается. Ну, учитывая АОЕ стан по первым двум позициям, этот работает по первым трем позициям. По стану с бонусами. Наверное, имеет смысл стрелять просто. Вот в эту подругу. Любовь, жаль. Бой. Че делать? Я подлечиться хотел, но... Вперед он не может никак. Кабубим. Раз. Кабубим, два. Бирает три. Еще ем. Еще ем. Давай еще ем. И выкидываю последнюю, беру деньги. Так, вот сейчас нужна разведка. Может даже привал замутить. Потому что до босса осталось две комнаты, и я бы хотел... Есть разведка, сейчас увидим где-то. Да, есть еще одна битва всего лишь. Обходим эту ненужную абсолютно. Обходим, обходим, обходим. Не собираем здесь ничего. Проходим, проходим. Ну, факел... Можно собрать. Все равно один слот занимает. Фух, дошли. Стресса на самом боссе уже не будет. Насколько я помню, там только урон чистый. Ну, в смысле, с руки бьют. А у Е. Стресса там может и будет от... Если появится разбойник большой, он не должен появиться, учитывая уровень данжа. Поэтому я надеюсь, что все будет ровно. Вот он последний босс. И тут алтарь как раз. Кажется, это баф урона. Врасплох не застали. Будет стресс. Бью 4-4 всего лишь. И пошло. Stressful Inoculation. Семнашечка раз. Пробиваю по нему. Додж срабатывает. Еще один стресс. Факел врубаю. Давай-ка подтрем 3. И... Блит еще на троечку. Очень хороший, кстати. Вот это вот... Эта штука, эта обилочка. Прям... Великолепном. Лучше по-дальнему, потому что до этого может достать наш друг. Мне бы сейчас первым сходить кем-нибудь. Есть. Да, хватит урона. От блида он скончается. И можно уже постабильнее работать по этим. Привала, потом баф. Такую статую я встречал в руинах. Она давала 30% бонусного урона по... Так, давай-ка еще встанчик. Этот умрет, получается. Тут мы пробиваем. А, этот снимает стресс. Давай, Лайдовью. Как это называется? Фьюз. Ой, это тоже первый с... Ай-яй-яй-яй-яй. Так, у нас уже с бафом, да? Да, вот так. Бах! 23. Неплохой урон. Крит хил. Вопрос по плееру, кому задать можно? Саппорт собакбудгейм.ру Можно задать вопрос. Хотел добавить, что не факт, что решится проблема, но и задать можно всегда. Привал. На полную еду. Все равно у нас запасы. Здесь внимательно. Я хотел, во-первых, защититься от ночных нападений. Вот. За троечку. Потом этим дать еще бонусную точность. Потому что они как раз фитиляста. Должны отстреливать. Есть еще троечка. Лечить не надо. Стресс снимать не надо. То есть, получается, вот лучше так. А, это сайз 2. Это лесом, конечно. Вот, точность и крит. Я специально взял, выучил эту штуку. This is how we do it. Все, вроде готовы. Три бафа, тема. Приблизительно под босс. Эта тема, если стресс снимает. Ну, проверим. Это не столь принципиально. Но да, снимает стресс. Едем дальше. Тут может быть еще один бой. Перед боссом. Не удержался. С богом. Сейчас под карандаш прям. Под карандаш все. Вот она, пушка воздушком. У нее 58 хитов. У этого 10 хитов всего лишь. Блин, такая халява. Пушка. 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 70% протекшена. 70% протекшена. Конские резисты. Додж. 0. Что немаловажно. Спид 0. То есть на нее марочку ставить нет смысла вообще. Потому что дебаф. Ее нужно просто бить. ХП у нее, слава богу, не так много. Резисты к перемещению не такие конские. А тебя станет как? У него скорость вообще минус 20. Минус. Да, Савелий нарисовал отличную пушку, анимированную. Ну, анимированную тех, у кого. 10 из 10. Здесь у нас сколько? 58, да? Это под вторую, третью я себе даю. Даю инфу. У этого додж 13. Резисты слабенькие. 25. Стан. Что, наверное, самое главное. То есть я его гарантированно могу подстанить, если бы находился, блин, не на этой позиции. То есть, в принципе, можно его... Да, давай вот так. Раз. Я пробивать не буду. Буду, наверное, по пушке сразу мочить. Давай выпьем бафы всяких противблидов. Да не, зачем? Убей этого. Ну, овердэмэдж, Михаэл. 90% убью гарантированно, если бы попаду. Ладно, давай. Минус нулим. Тут, наверное, я фитиль буду уже сжечь. Блид же не подействует нормально. Давай фитиль. Все, ключевое. Наносить урон максимальной по пушке. И снимать этого упыря. Шарк. Хорошо. Подкреплением пошло. Фитиляст. Фитилер. Ну, короче, этот сзади. Так, сейчас можно на самом деле сделать что-нибудь... А, у тебя кабумжа. Нет, у тебя не кабумжа. Тебе нужно по-дальнему стрелять. 7.12. Не факт, не факт. Другой не дотянется. Ну, почему этот дотянется? Ладно, пробуй снять. Хорошо. Все. Вопрос закрыли. Тут несколько людей. Сейчас кабумим, да? Минус точно справа. Но все равно 90%. Попадаем. Восьмерочка. Можно подстанет товарища, который... Можно переместиться на следующий хил. Вот что нужно сделать. Тут, наверное, лучший ваншотность этого упыря. Он не ходил еще. Да, ну и так... Да, ну вот... Наверное, не стоит вообще бить разбойников, потому что... Потому что, потому что... Лечиться пока вроде как рано. Ну и наносить урон сюда такой. Ну, хотя нормально. 5-4 там, а у Ешечка зайдет. Тут бей по пушке. Ок. Ой. Вот это очень плохо. Какой урон? 2-3. Плюс блиц с некой вероятностью. 90%. Yes. Так, не стоит так доводить. Сначала нужно убивать этого по возможности. Потом уже, да. Потом уже остальные. И вот этого упыря надо убить сейчас в этот ход. Чтобы не было... Не было станов. А то как-то я... 10 урона. И давай атак лучше. Троечка. Этот умирает. Этого 5 хп. Добей, добей. Лечение. Ну и пробиваем этого. Гады. Так, пушка остается одна. 42 хита. Вызывает подкрепление, естественно. Появляется двое. Бланкет убаем. Я бы даже марочку поставил на него. Чтобы ваншотнуть гарантированным. Остальными пробивал уже по пушке. Крит 4. 5. Медленно мы ее бьем. Очень медленно. Так. Не добил раз. Застанет не могу. Двас. Черт. У тебя как там... Отмени-ка. Отмени, говорю. С любой... С третьей. Мы меняем с местами. Да. Добили. Надо свисталкой на пушку следующую ходить. Обязательно. Обязательно. Но этот не ходил, гад. Пробую его как-то подэмеджить. Но, мне кажется, все равно это ошибка. Надо сейчас еще... Она жесткая что-то пушка. Вообще жесткая. Тут надо с массовочкой что-то делать. Раз. Давай дальнего добьем. Ладно. Очень много урона. Вот в чем дело. Понимаете? Блин. Ладно, давай так. Черт. Это мало. И опять я на позиции абсолютно убогой. Пробую застанеть его, чтобы не резист. Отлично, блин. Какая грязь. Так. Я бы добил сначала этого. И по пушке, чтобы урон был. Здесь минус, блин. Так. И стреляем по этому, да? Окей. Хила нет, нифига. Из-за этого меня могут наказать. Потому что канониры сдвигают диким образом. Какая грязь. Как грязь. Надо сильно сдвинуться именно так. Меня скоро доведут. Ну, пушка это 21 хит еще. Ну, уж лучше вот этого добить, чтобы не было стана. Это раз. Тут Кабумин так. Ой, главное не промахнуть сейчас на 90. Кабумин так. Хорошо. И опять он на первой позиции. Ну, тссс. Так ты не убьешь его никогда. Не убьешь его никогда. Бывает. Кабумин. Отлично. Убили. Вообще у меня бонусный урон против людей. Аперкот. Живем. Сейчас забиваем на всех, кроме пушки. Метку. Да, метка не снимет протекшн. И бонус по метке будет всего 10%. А, метку этим. Да. Этим сейчас я буду метку делать. Точно. Да. Это правильно. Абсолютно. Оооо. Другое дело. Все. Добиваем вот эту метку. Отход. Но у меня могут быть потери все равно. Потому что после пушки, жаль, но не развалится. Пушка минус. Нужен стан контроль. 2. Стан только на одного. Вот это еще опасный гад. Я лучше перемещусь назад, чтобы опять же иметь возможность похиляться. Попробуешь добить дальнего? Давай. Еее. Теперь внимательно. Этого станешь, перемещаешь. Где перемещение? Тут кабумишь вот этого чувака. Ну и подлечился отлично. Вообще отлично. Лучший hill ever. Ну ладно, убили. Все уже не столь принципиально. Добили. Справились, но с трудом значительно. Большим, чем я ожидал. Аааа. Жесть. Ладно, в сокровищницу надо вернуться. Собирать лутом. Это был последний босс Т1. Последний босс. Последний босс. Оперкот перемещение только назад. Ясно. Кажется, там яд, антидот нужен. Иначе заразимся, проходим мимо. Хотя можно было и рискнуть ради лута. Вот этих не жалко. Да, сметочка наступила. Как я увидел, что он вот... М voleкот. Меня не разбирается. Ну ладно, он спалил. Померлый. И… Хм... Ааа. Чуть ли не единственный способ, как я могу проиграть в этом трое, это если я потеряю пацанов, если будет смерти. То есть по времени мне нужно сейчас две недели, темнейшая финалочка, и пацаны под это есть. А вот если у меня будет много трупов, то это гг. Да, этих я увольнять буду, скорее всего, хватит. Такая грязь, а там все биты, там я мог в один же трай... Отлично, а что у нас дальше-то? Есть медиум-миссия Уилд на прогресс. 100% комплит Рум Батлс. Ну я, наверное, сейчас в темнейшую пойду уже. В третьей темнейшую. Мне есть для этого команда. Хотя бы тут прогресс-то хороший. Нет, надо в темнейшую, чтобы было больше в роустере пацанов. Итак, кто у нас там идет? Кому там я закреплял навыки? Давайте посмотрим. Поми, который ТАВ. Закреплен... Почему не проранжированный, ребята? Ну давайте. Поми, поми, поми. Вот, поми первый пошел. Дальше у нас идет Брюс. Брюс какой? Брюс Элдрих Слэйр, да? У нас Элдрих Слэйр. Это два. Висталочку выберем из двух. Минус 10 стресс, очень хорошо. А у этой что? Стресс Хилд. Да, минус 10 стресс. И четвертое место у меня вакантно. То есть, нас сейчас ждет темнейшее. Достаточно жесткое. Там 4 привала. Огромная карта. Нужны будут метки на протекшн, на додж. Довольно много контроля. А вот контроля, кстати, у тебя без чемного-то и не будет. С другой стороны, зачем тебе контроль, если... Где там всех минус сиш? Квикдро, спид, станрисис, каут. Фигня. Больше арбалитчица у меня нет? Никакой? Никакой. Можно шута еще взять. Карта большая, нужен шут. А почему нужен шут? Зачем нужен шут на большой карте? А чего он никогда чат не читает, да? Это вопрос или утверждение? Шут-то есть, но в шутах с хп проблемы. В принципе, у него с хп проблемы. Он в этой пати без метки, без стака. Шут на стресс. Но сар еще есть на стресс. Не хочу нового товарища набрать в темнейшее. Хотя там стресс приличный, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Мало урона будет по метке. Там еще контроля много будет у врагов. Отталкивания всякие. Уж та болезнь на точности. Да, уж та ребис есть. Но это выправляется точность на первый раунд. Не такая большая проблема. Абеса это не может идти. К сожалению. Метка, скорость, резист, разведка. Хороший урон. По метке плюс хил. Там скорпионы еще будут. Ладно, попробуем. Попробуем. Все-таки с шутом. Подведет меня опять БСП. Я чувствую, не хочется мне его брать. Но не хочется. Плюс дебаф еще. Так, а лагерные навыки вообще? Ну, собакотерапия есть. А есть ли лагерные навыки на минус стресс какие-нибудь эффективные? Здесь нет. Есть только точечные. А у БСК приоритетное лечение и селф-баф, да? А у тебя как раз антистресс есть хороший. Не забудь, что четвертая темнейшая требует специализированная пати. Не тратить третью без надобности нормальных ценов. А то мне когда будет качаться. Четвертая темнейшая специализированная пати требует. Какое там специализированное? Ты про вторую фазу босса, что его нужно от четвертой локации в этой... Кстати, можно реально пойти шутом здесь, чтобы оставить арбалетчицу. Потому что один из сложных моментов в пати будет... Хотя чумно есть с перемещением, со станом. Нет, альтернативы есть. Как эту вторую фазу у него забрать? Ладно, допустим. Допустим, это удар, это минус стресс, это баф и дебаф. Передвигаемся. Вот так, наверное, даже лучше для начала. Для точечного хила. Стан метка. Метка, блит, стресс, точечный хил. Так, у висталки же еще новый девайс. Дебаф скилл чент, протекшн, что немаловажно. Да, наверное, вот так-то я сделаю, а висталки возьму этот девайс. Эй, висталочка, куда ушла? Важная миссия, очень важная миссия. Здесь 33% хил. Ну, это я беру. Минус 10 стресс, минус 3 скорость. Стан скилл чент, это раз. А потом выбор идет, типа, между... Давай все девайсы уберем. Потом выбор идет, типа, между вот этим мешком, который дает 33% и 20 стресса. Либо этим, который дает 15% стресса. 33 хилин, еще защиты. Но хилин баф идет только со второй позиции. Еще 15% урона. Но урон мне, в общем-то, не нужен особо. Протекшн может помочь. Да-да-да, возможно, эти 3% ничего не дадут. А может, это как раз будет шаг из серии через 66%. То есть мы берем какой-нибудь диапазон базовый, хила, например, четверочку, да? И одно дело, если мы его увеличиваем на 63%, а другое дело, если мы его увеличиваем на 66%. Будет там шаг? Кажется, не будет там никакого шага. 4 умножить на 1 и 6, 3. Нет, там и так 6, 52. То есть округление в семерку и так должно быть. Ну и 4 умножить на 1, 66. 6, 6. Ну, вопрос, как он там округляет, конечно. Нет, страдочки нет для весталки, к сожалению. Ладно. Так, шуту нужна скорость скорее. Точность ему нужна. Персональных девайсов нормальных нет. И на скорость тоже. Нет. Можно брать всякие девайсы на плюс урон по Элдрихе, например. Там многие будут Элдрихе. И у него как раз будет выбор хороший, кого атаковать. Еще будут бесты там. Ладно. Так, ты себе берешь этот девайс. Окей. Либо колечко на точность. И урон. Можно заглянуть, кстати. Посмотреть, что продается. Можно взять трофей. Дэмэдж, точность против метки. И крит против второго размера. Там будет много таких. Он главный ДПСер. Берем. А поми берет стандартный свой БЛИД Дэмэдж. И берет... И берет, наверное, точность протекшн. Не нравится мне что-то в этом походим. Ну что там будет? Там будет много мелких со станами, с БЛИДами, с ЯДами, которые тебе нечем снимать. Кроме Висталки, которая точно работать не сможет. В Чумной Доктор бы в этом плане, конечно, помог. У тебя есть очень хорошая защита от стресса. Это и Шут, и Псарь. Есть неплохая работа по метке. Посредственный стан. Ой, ё-моё. Давайте посмотрим, насколько готова в плане навыков Тима. Ну, Шутун явно надо прокачивать. Раз, два, три, четыре. Кузни, пять. Девайсы. Не очень. А в Дилижансе есть никого нет в Дилижансе. А думаю, если Шут может подвести. Да, Шут может подвести. Так, а я с какой пати в прошлый раз ходил на Даркест? Давайте посмотрим. Кажется, Шутун. Закрывается окно с поиском. Класс. Просто класс. Так, это где-то шестнадцатая-пятнадцатая часть, да? Я ходил туда дважды, вообще. Я пришел туда, отдался сначала, а потом пошел с другой пати. Другая пати была Шут. Могильная воровка? Да вы издеваетесь. Как я там вообще жил? Еле-еле. Ладно, оставляем Шута. Последняя ревизия. Бэт-хюморс у него. Господи, у него минус 20% хп. Есть другой псарь. Почему я поме взял? Вот, пожалуйста, эвейзив, ТАФ. Чуть не полез, минус 20 хп. Капец. О, 55 хп. Додж повыше с эвейзивом. Урон дополнительный. Тут точно меткости, точно эта штука. У меня точность модификатор хреновый. Но будет ноль. Будет ноль. Можно, в принципе, вместо вот этой вот темы, учитывая Блитченс, вряд ли буду его использовать, поставить протекшн и точность. Да, давай так сделаем. Так у меня будет больше вероятности попасть. При сокращенном, правда, уроне. Не сильно сокращенном. Но больше надежности. Проверяем. Болезни в критичных нет. Элдрихс Слэйр есть. Это по двум. Вообще не поздно от этого девайса отказаться от рандомного. Потому что если я буду перемещать, ради точного хила, он мне боком выйдет. А дебаф скилл чанс мне особо не нужен. Да, я помню, в прошлый раз мне не понравился этот факт, что мне нет возможности нормально лечить. А учитывая то, что нет страховки в виде арбалетчицы, соответственно, лучше вот так поменять. Да. Лечи второго псориан. Да, можно его пока отправить. Нужно даже его пока отправить. Лечиться. Ну что, готовы? Чего там у Женьки? Волнуюсь я. Не хочу зафейлить. Хилл есть. Антистресс очень хороший. Урон есть. Вроде нормально. По кольцам, по тринкам вроде подготовились. Исходя из... Да, своей какой-то там логики. Лагерные навыки особенно важны, учитывая то, что там будет 4 привала. Их надо пересмотреть. Защита от ночных нападений будет у псоря. Скорее всего, надо будет сразу скаут-чанс брать, чтобы открыть побольше мест. Стресс хорошо. Тут есть норм. Тут есть норм. Что еще можно взять? Это фигня. Точно скритно-компаньон. Давай так, возьмем еще. Лучше, чтобы был выбор. Почему Элдрих? Ну, потому что там вроде Элдрих плюс Бист. В темнейших нет ночных нападений. Точно опять я забыл, блин. У псоря, значит, юзаем только скаут и собакотерапию. А может, реально там нет Элдрихи? Я зря это калечко взял. Лучше что-то более универсальное взять на самом деле. Ему... Там хюманы будут. Нет, там скорее бесты будут. Или анхоли. Кто ж его знает-то? Тест-блоу. Мерчий чанс. Шанс застать врасплох, может быть. Шутун. А, вуу, Меллижа. Вот, крит. Урона накинем ему. Забыл совсем про эту штуку. Хорошую. А, там почти все Элдрихи говорят, наоборот. На самом деле урон-то сопоставим, учитывая крит. Этот более стабильный, на самом деле. Мне как раз стабильно и нужно убивать. Ну, потому что да. Потому что... Потому что... О-о-о-о-о-о... Да. Да. Нет. Надо на это заменить. Висталочка с одним мертвым скиллом идет. Я не хочу, чтобы она... Лучше вот это вот. Бонусный факел. Надо все факелы брать и всю еду, насколько я помню. В прошлый раз я еле-еле смог по еде справиться. Поехали. Можно еще дождь, конечно, запилить. Но вот эти вот вещи важнее. Хотя, учитывая стресс, наверное, можно по умолчанию взять и додж. В любом случае его надо бы прокачать. И пока стресс на нуле, взять именно его. Там много яд будет. Да, да. Там и яд, и блид, там все. Собираем еду, ориентировочно всю. Собираем факелы. Господи. Два стака яда. Ключи не нужны. Лопаты не нужны. Вопрос, что? Дебаф для шута ради него одного брать не стоит. Либо святую воду, либо этим. А, ну я не могу не брать. Вон, у меня уже слот есть. Блин, хавчик, конечно. Шестерка, это не очень прикольно. Учитывая то, что есть скаут, я могу, наверное, от хавчика избавиться. Четыре привала, Вась. Какой от хавчика избавишься? Четыре привала. Что там у нас? Это или это? Это или это? Воду говорят. Там много ядов. Четыре привала, да. Четыре привала, это жесть. Надо приваливаться еще. Почему скаута не будет? Вот это вот навык. А, или в принципе в темнейшем скаута нет. Так, а если отказываюсь, тогда тут один скилл. Тут парочка, тут парочка, окей. Все равно навыки есть. Кость, ну а че, Кость, я ее не выкину. Вода на квестовые вещи не нужна. Вода нужна для резистов. Но, мне кажется, да, бинты, они и жизнь могут реально спасти. Ну что, с Богом. Темнейшее. Поехали. Третье темнейшее. Пугают. Страшно. Капец. Разведки интерактивных объектов, начинок нападения нет в темнейшем. Понятно. Ну, поехали. Внимательно ознакомимся с лором, потому что здесь будут они. Первая комната пошла. Скаут. Да, и тут же еще разветвление. Это огромный организм. Я помню, что квестовая штука была по центру, но не факт, что она спаунится именно там, где... Да. Надо приготовиться к очень серьезному испытанию. Тут... Так, знакомимся. Додж 34, 29. Яд. Резист. Метку ставят. То есть эти ставят метку. Баниш резист. Это из... Назад отталкивает. 44 хп. В принципе, можно даже ваншотнуть. Я не знаю, что он делает, правда, но... Пока не стоит проверять. Стан 100% шанс. Тут 73. А эти хорошо станутся, кстати. Нашим товарищам. С 90, там 85-90%. Ладно, добиваем тогда этого упыря. Ну что, псорю, наверное, стоит поставить метку только для того, чтобы... Было больше урона. Сталочка лечится. Вайлен хэк. Что это? Додж. А, это он когда... Он на первой позиции плохо работает. Вот надо еще запомнить. То есть эти, когда оказываются на первой позиции, все отлично. Все хорошо. Стресс 1-2 снимать нет смысла. Бьем по метке раз. Бафф, наверное, на скорость все-таки. На скорость точно скрит. Можно еще одну метку запилить. Или подстанет его. И метка, мне кажется, лучше зайдет. Не, вообще, стан было бы лучше сделать. Косяк. Ну я первым хожу. Может, убил. 25. Блит есть? Есть. Но один хит и он ходит. Вайлен хэк на 2. Снимаю стресс, пока могу. Стресс нулевый. Тут бьем труп. Лечим последние там два хита, ависталочка. Все. Готово. То есть этот товарищ на первой позиции ничего не умеет. Надо запомнить. А так он контролит. Яд отталкивает. Не забываем возвращать пацанов на исходную. Про факел не забываем. Заходим в комнату. Разведка еще одна. Да, похоже на такую же архитектуру, как в прошлый раз. Мне нужно стремиться вниз-вправо. Собственно, я это делать и буду. Да, это... Ой, протекшн додж и дальний. Дальний, кажется, меня переносит. Рандомно в какое-то место. Я не хочу, чтобы это происходило. Дебаф, резисты не такие серьезные. Надо ставить метку, наверное, на старте сразу же. Он два действия делает за ход. Пробиваем его, да? Это у нас Элдрих и Бист. 24-44. 28. Очень слабо. Так, дисплейс. Это оно же. Резист-резист. Или может не оно? Так, у тебя минус додж. Снимай. Пробуй. Да, конечно. Диксы же. Что это? Яд на 8. Ё-моё. Ну что, косточки тратить? Не тратить? Пока нет. Не, надо было потратить. Вдруг из него лут. Ой, как много яда. Ну что, въезжаем, получается. Данным уже нужен урон. Дебаф, резисты не очень серьезные. Есть лечим всех. Бадлин Дэйз, додж. Здесь метку ставим. Блин, метка так плохо, когда у вас двое. И когда он два раза ходит. Телепорт, вот он. И вторая битва, да. Слепортировали меня в другое место. На флэш хаун. У них 40 хп. Средний резист, но 30 мисс. Не добил, к сожалению. Я еще бит, блин. Давай один антидот все-таки визнем. Этого добьем. Ну как? Ой. Ой, крит. Ай, лечить нельзя. У них контроль еще. Ну что ж ты-то не... Спротивляются. Так, я назад. Я прыгаю. Убиваем одного. Здесь надо вылечиться обязательно. Поэтому бафаем. Гнэш. А это стресс, да? Встань, встань. Он надо много лечиться. Да, вот заднего надо как-то убивать. Ну как, как. Только псарем получается. Метку ставить и псарем вкидывая, врываться. Дай-ка сделаем дебаф пока. И сместим, чтобы было им сложнее с одной стороны. Так, этого мы станем, скорее всего. Ладно, с этими вроде как нормально все. Разобрались. И надо, наверное... А убей труп. Вдруг они на первой позиции тоже не очень. Проверим задным. Гнэш. Нет, вроде нормально. Как было, так и работает. Лечимся слабо. Я хочу убить того, у кого станет резистным. А этого еще ходит по станет. Главное не убить его. Могу убить, если крит. Но крита не срабатывает. Хорошо. Выправляем ситуацию. Долечиваемся почти что полностью. Нас отбросили в другое место. Можно уже стресс снять. 17 есть. Дашечка. Раз. Пэтч. Ладно, добивай. Ладно, не добил. Блин, может добиться лучше. Ну а вдруг сейчас уже третий раунд и... Так, ладно, с этим паком справились. О, тут, кстати, нет прохода. Вот здесь тупик был. Я стремлюсь в центр, вправо, вниз. Все равно. Правильную расстановочку. Помним про привалы. Помним про привалы. Которые, кстати, зажигают пакелы. Тоже не стоит забывать. Так, тут еще пак. Эти контролеры. Надо переместить их на... Баниш это назад. Вот если сработает, резист. Хорошо. Вот этот, наверное, опаснее. Потому что он может работать с первой позиции тоже. Поэтому я его... Опять яд. Ох, резистен. Подстаниваем. Тут надо труп убрать будет. Давай берем труп. Чтобы этот тоже не мог нормально работать. Лечимся. У меня есть скилл писарь у нас, как это стресс. Пока не актуально. Ну, хотя он дождь вообще не использовал. Так, 2-6. Баф. Бить желательно того, у кого бабочка. Ой, хорош. Тут оглушаем его. Лечим сущим. Последний стресс лечим. Ай, сопротивляется блину. Ладно, добиваем. 3-29. Хороший урон. Пошла разведка. О, вниз. Вниз. Я стремлюсь вниз. На дно. Я не уверен, что будет так же работать, как в прошлый раз. Но лучше проверить сначала эту тему. И если мы встретимся с этой... Огромной тварью. Так, первый перекус пошел. Надо будет постараться дальнего сначала убить. Хотя он ее вызывает постоянно, если мне память не изменяет. Так, тут снова вниз. Может быть стоит даже первый привал сейчас сделать. Потому что их реально очень много. А я так получу бафы. И мне будет проще сражаться. О, Скорпион. Додж 46. Ё-моё. 64 точность. Попади. 31 неплохо. А додж мне снимать неким, на самом деле. Но у него, кстати, станом резистов нет. И он ходит только один ход. Это не тот Скорпион, видимо, которого мы ищем. Ой-ой-ой, нет, это тот, Торманд. Это тот, Скорпион. Ставь метку, да. У него что-то дикий, дикий этот. Дикий додж. Дикий додж. Наверное, точность нам повышается тогда. Раз. Ну, 80% уже попадаем. До вас. Опять Торманд. 10, 15, да. Пробиваем по метку. Подлечиться хочу. Но не удастся, скорее всего, это сделать. Что мне надо сейчас его убивать? Что так сделать? Справились. У тех Скорпионов два действия было на ход. Кажется, больше ХП было еще. С ХП проблемы. Заходим в комнату. Что? О, опять эта хрень. Киста. Он его, кажется, вызывает. О, это точка! Это квестовая точка! Я нашел ее! Все, и здесь же темнейше. Главное, чтобы не переместили отсюда. Ну, ладно, я уже, по крайней мере, буду знать. Так что, фулл ДПС? Он может не... Он может телепортировать и сразу, может не сразу. Короче, надо, наверное, мочить просто и все. Ой, надо сейчас пропить воду. Вообще, воду... Воды у тебя нет? Ну, бас. Метку ставь. Надо кость пожрать. Лечимся. Дисплейс. Стресс, окей. Так, кость срочно живем. Давай, девяносто, одиннадцать, двадцать пять. Я... Я отношу-то подействовал. Я езжать буду в любом случае. Мне нужно наносить ему урон. Против яда беру. Снимаю дебаф. Заезжаю вот так. Дебаф работает. Телепорт! Нет! Так, я не так далеко от этой темы. Пробуем ваншотнуть раз. Ох. Надо сейчас делать будет привал перед тем, как идти дальше. Обязательно. Давай с танчиком лечимся. Да, с танчик, говорю, ну чего ты делаешь? Давай, труп убиваем. Все, одного нейтрализовали. Да, сейчас привал сделаем. Сделаем баф и под того товарища будем лезть. Туда-ка. Больно. Просто больно бьют. Интересно, подкрепа может все-таки прийти здесь или не может. Так, давай стресс снимаем. Ну, хотя это чушь-то. Вот сейчас делаешь чушь. Главное лечиться, но он в лечении не помог бы. Этот последний раз. О, вайланд хэк. Бьет. Его станет смысла нет. Этого можно попробовать. Процентов 40 есть. Нет. Че делаем? Прыгаем. Ну как, он же сейчас первым сходит и умрет. Не факт. У тебя там три стака по скорости. Ты можешь опередить даже этой подругой. Я надеюсь, что опередил. Добро. Скаут пошел. Ой, это как это? Я к нему... Как к нему зайти-то можно? Наверное, через эту комнату все-таки. Ладно, делаем первый из четырех привалов. На фулл лечимся. Ночных нападений нет. Скаут нам не нужен. Нам нужны чисто боевые навыки. Дэмэдж в САИЗ два раз. Точность Крид 2. И можно точность Крид еще на кого-то на него же. Ты прям хочешь все в одну корзинку скинуть? Ну, у него девайсы классные. Если до него еще кто-то метку поставит, но такая вероятность присутствует, она хорошая. Да, давай точно Крид. Можно еще минус стресс сделать никого-то. Или вылечиться немножко. Там лечение такое. не то. Стресс нашита. Спим. Идем в сторону этой комнаты. Я не знаю, как лучше туда пройти. Иду напрямую. Надеюсь, что там будет соединение между двумя комнатами. Да, есть скаут. Есть. Хорошо. И так можно и так можно. Вверх уйдем. Может, реально того мелкого. А, еще такой же. Но я не достаю до него шутом. Я не могу ничего сделать, кроме как бить просто. Опять этот ходит первым. К сожалению, кидает метку додж конский. Нет, бьем этого. Убиваем их. Тренируйся. Дисплейс. Это урон яд. Впрыгиваем. Раз. Второй ход. Ой, какой яд фонский, а. Надо их местами с псарем будет на того босса поменять. Въезжать или не въезжать, вот в чем вопрос. В прошлый раз въехал, мне перенесли. Совпадение? Не думаю. Баф. Накритная точность на всем. У нее метка уже спала. Мне нет смысла вообще по метке бить. Дисплейс. В смысле, ставить метку, нет. Ну, хотя псарем-то надо. Раз. И удар. Давай. 20, 40 и 30 процентов крит. 60 критулечка. Гейс, это с этим стрессом, кажется? Нет, не со стрессом. Еще раз по метке. Давайте, немножко осталось. Скорость обязательно. Дисплейс, это не тон. Дисплейс, это не телепорт. Добиваем. Еее. Одного минус нулем. Надо сейчас по-быстрому этого забрать. Наверное, с... Не, не с въездом. Опять же, скорость, точность. А тут метку оставить уже не буду. Надо просто бить и еще раз бить. Молодец. Меняем местами их вот так. чтобы точечный был хил. Мне что-то как-то местами поменял, Вась. Вот этого с этим меняем. Комната, надеюсь, что пустая. И пойдем сюда. Так, еще не дойти до них. вот эти вот опасные. Невероятнее, кстати, их убить. 76 крит. Опять яд. Опять сопротивляемся хорошо, но метка меня настораживает. Этого упыряя пока подстанем. ну да, чтобы подлечиться все-таки. А то я битый пришел с прошлого сражения. Стан. Ладно, что делает псарь. Псарь кидается на слабого. Бенниш назад и там и сталкивание на своей позиции. О, двое будут ходить, на мне метка... Нет, точно скорость точно скрит лучше. Ну, не хотел я еще. Сейчас бы мне щит так помогло. Блин, знал, что не надо брать. Там у него еще один ход. У меня три, него один. Скорость какая? Шесть. Капец. Тут восемь, но может не повесить. им. Там скорость настакал, конечно. У него тоже одиннадцать, то есть он скорее всего давай вот так лучше. Поэтому мы гарантированно убьем к следующему ходу. Е-е-е, хил есть. Фух! ух, 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 ладно, этот должен умереть, да, умрет. Какая грязь, какая грязь. Бафы и скорость, тебе нужна инициатива. Банишь, держись, вот ты-то не долг. Я хотел застанеть. Ладно, пробиваем. Минус один остается двое. Это не позиция подруга. Вообще ах, там полный Старин и Три смерти. Это провал. У нее 12 скорость. Переместиться. Сожрать с костью. Я попробую. Нет. Надо убивать этого. Все равно риск есть. с лайх рас сделала. Косяк. Попробуй добить. Хилл есть. Ооооо. Успел сходить. Лечимся, короче говоря. Снимаем стресс. Поменяйся лучше. Прыгай на труп. Подкрепа, может быть, и не будет. Нет, здесь может быть подкрепа. Ой, лечения нет. Да, мы теряем время. Подкрепа будет. То есть, все, последний ход. Че, привал делать мне, да, получается, нужно? Делать привал час еще один. Возвращаться и делать привал. Попробуй. the chance to steal one self against the coming horrors дэма чуя сайс и вот хилл смотрите sanctuary нужно брать если mortal debuff 50 процентов и стресса честными остается четверочка либо точность creed либо точность creed здесь на себя ли этот любой пак реально может убить что вот на хрена я шутата взяла у него реально по хп после крита не остается так давай-ка поменяем местами как хотели косточки нет воды нет после надо убивать этого главное чтобы он не успел меня перенести как прошлый раз есть еще пара привалов так может реально поставить дочь псарю мне стресс не нужен мне главное защищаться давайте псарь пусть будет работать над так заходим он битый он сразу битый сразу метку прошу не переноси меня так селф-хилл дэмэдж крит чушь ну чушь не чушь а урон ты нанесешь 19 крит держимся я сейчас пробиваем пробиваем 20 40 40 почти гейс пошел главное чтобы этот упырь не переносил гад ринка что 8 все сходил мы его убьем потому что и шут нас ракет эти двое работают превью до на двадцатку лечится сам ребята есть ракет метки нет но ее не нужно потому что нужно ставить нужно ставить метку ставить метку там такой урон не очень крита не прошу очень нужно брюс плохо все выход не убили есть не очень ходить до этого у меня скорость 8 может вам получится да получится я струнили ухили дисплей сладно главное этого убили сейчас мы его ой хорошо ой все темнейшие пройдено фактически можно за сходить за иншентами еще попробовать а почему почему-то не заставил там шансы все изи 3 темнейшие я думаю что ценные вещи должны быть по углам изейши до 0 стресса как бы два привала еще осталось ну я в первый раз когда шел я же не знал куда идти а так я двигался уже в определенном направлении стоит ли дальше идти за иншентами да стоит конечно чего это и давай если что сразу свалишь ой может и нет я уже я уже жалею на самом деле что что пошел реально жалею прошлый раз был только один ящик кстати да был реально только один ящик это раз для хила еще нет причем проблема я не похиляюсь назад ну что назад просто и все да давай попробуем так ретрит файл дайкс ходить не буду не буду я лучше дома сниму стресс и все рисковать разве непонятно чего 15 косарей 18 гербов девайс для оккультиста ранс мэн слэйр вот надо ран собрать додж макс хп все осталось по идее осталось одна миссия у меня в запасе 13 недель 13 сейчас мы в деле жанниси наберем еще новых 4 слота свободно тут разбойник 3 канонир вистал очка чем новую тоже можно взять а здесь что шорт либо типа на босса идти либо сюда мне нужно смотреть я могу в принципе на босса пойти вот этими товарищами есть на выбор 6 человек висталка точно в пати арбалечица чумной пара разбойников есть можно даже с антикваркой сходить вот но по-хорошему мне нужно потянуть еще резервных вот этих вот пацанов для того чтобы потянуть резервных пацанов нужно уилд открыть и ходить на боссов все будет 456 как-то так в финалочку и заканчиваем очки заканчиваем это прикольно конечно во-первых тогда и мне не будет челленджа типа убить еще всех боссов за отведенное время на нг плюс а реально любить чё 13 78 до 13 этих раз 12 11 10 9 и тут еще четыре и пять проходных типа да сложно зависит от того какие миссии будут надо идти сюда в любом случае тогда открывать 4 level за счет того что пусть она короткая но зато это единственное что здесь есть и за короткая допустим экспы в уилд можно взять на уилд любых вообще товарищей с факелами абсолютно то есть тут нет можно их уже ну их не надо терять но нет такого что вот обязательно тебе этого человека нужно сохранить не фанду покалечим операнс тебя что ок тебя ок тебя ок ок так здесь у нас пати ходила классическая да то есть берем брюса берем висталку псаря и наверное бэску просто бэску лим либо бэску либо чемного неважно этот другой свободен эти с баской вопрос какой а там одна бэска идет на этого на босса тогда без выбора просто хотя прокачан на пати последние темнейшие я говорил об этом только что что есть выбор из шести человек семьи получается висталка есть ключевое чумной пара разбойников помич есть арбалечица даже антикварка есть принципе они они там кто-то даже наверно закреплением каким-нибудь guard например квик дроту тоже закрепили избавились от негативных так что да есть но я повторюсь когда открою вилд откроется здесь еще два босса я смогу выбрать пацанов у из вот этого роустера третьего четвертого левела чтобы они пошли прокачиваться и соответственно закрывать босса здесь неплохо неплохо блит действует хорошо шанс лучше застать врасплох тут так дефектора точности никакой так а сейчас можно протестить кстати девайс поменять их местами тебе даем колечки все равно на точность и наверное против метки такой трофей берем может это заняться именно подготовкой party я не могу заняться подготовкой party если только не ходить вот сюда вот я не хочу туда ходить без потери прогресса то есть я хочу и то и другое успеть сделать и прогресс на вилде босса по закрывать и party прокачать party начнем качать следующего хода меня смущает что разведки нет но она коротенькая надеюсь все будет ок по девайсом ровно поехали по лагерным навыкам все старые все хорошие да вот так вот третий темнейший закрыли а если бить каком-нибудь босс может появиться локация средняя большая да может конечно в принципе даже если не убить босс может такая локация про появится все абсолютно линейно напарываемся на ловушку сразу же антидот где-то 5-6 сражений насколько понимаю если прям все собирать опять же сражений привала нет помню об этом ключ взял слава богу да тополь прошел третий зейший только что причем прошел вы достаточно быстро потому что босс оказался в том же самом месте что и прошлый раз так мне не нравится вот этот товарищ который сзади я его правда застанет не могу тогда станет его не хочу чтобы атаковали сразу можно поставить меточку на этого угоря и с посарем уже прыгать в него скейп клау а он даже с второй позиции пытается отойти то есть метку он не ставит отлично буду знать бью по метке слабо бьюк на штамм протекшн и писарь не готов яд яд добивать меточку нужно ставить наверно новую одну ну не на того ну миша ну арбалечится же ходить будет что ты тупишь ты не торопись урон там такой слабенький капец две метки но эти бьют даже с критом не прям мега жестко ну хотя бы блин если второй раз нет слабо лечимся семерочку прыгаю на метку раз все 20 тут лечимся первого подстанем а тогда у нас откинется и лучше бить опять же и лучше бить по этой метке потому что арбалечится дальнюю метку сама уберет ну с определенной вероятностью таки все равно бы не было не было чем заняться выползает сразу тоже подметками это плюс раз дамаг у баунти хантер конечно сказочный вместо дожжа надо было стресс взять забыл когда добивать можно ну что стресс неким снимать какой нафиг додж шесть не не хочу это первая битва но повторюсь их должно быть пять шесть так по ощущениям мы заходим в комнату пошла разведочка три четыре пять гули горгули эти дают контроль эти дают стресс фантастер принципе все могут бить по метке пожалуй начну сметки арбалечится вспаховую кость слабые дauка пропим еще воду до вот убрал дочь но про teżand то остался и все и урон слабенькие лучше конечно метку было ставить другим Но арбалит же всегда нечего делать Лайш в детейл, обкидывает и может застанеть Молодец, держится Но тут рент на одного, это пофиг Как больно Больно, кстати, очень больно Лайш в детейл Хорошо Стан сработал Этот по всем стресс Ладно, главное не урон Пробивать или не пробивать Вот в чем вопрос Мы будем попробовать подстанеть Да нет, пробивать надо, они все сходили Псарь Есть убили, слава богу Сейчас лечим Слабо Арбалит жецам надо сейчас уже браться за лечение Хотя гарги особо урон не наносят Они больше контроля дают Лечимся Лечимся, снимаем стресс, готовимся к следующему видео Отлично КП у них маловато Стан резиста никакие Поэтому начинаем муружить Вообще под финального босса бы несколько недель с запасом Ну то есть три недели с запасом И пати тоже с запасом бы взять А то вполне возможно я там гуфнусь Не с первого раза смогу пройти Хотя я помню как проходил его С двумя предварительными разведками И даже несмотря на то, что Не увидел Последние две фазы Все равно все было ок Давай меточку на дальнего Чтоб просто псарь с этим работал Два станы Ё-моё, как неудачно Все равно Отличный крит На 27 лечимся И в этот следующий ход заканчиваем Этот бой Это урон Это метка Это последний хилл Ну вроде как он никому вообще уже не нужен Ты ваншотнишь, надеюсь, его Молодец Да, пускусаря, лучшая метка на протекшн Самое лучшее И по вероятности, и по количеству снимаемого Все блок, не считая последние фазы Где двоих забрали, но это нг плюс А это нг плюс В смысле, а сложность такая же Просто ограничение по времени есть Какая разница Так, тут у нас тролль Врасплох не застали Пес прыгает сразу с критом И бабушку надо как-то убить Метку на бабушку только ради Нет, надо вот так вот попробовать Да, застанеть и передвинуть Чтоб хотя бы в следующий ход уже Так, две метки Так, ты делаешь метку на минус додж 43 доджа Да какого? Грязь. Может пока пса убить. Тут хрен попадешь. Нет, тут уже попадешь. 29 раз. Embrace the duck. Это стресс на одного. Им надо, наверное, блит вешать просто и все. И оно умрет в следующий ход. Тут с поизон на одного это не так важно. Наверное, имеет смысл уже делать метку по этому хорю. Снимать с поворот. Это убьет. Под меточку мы подойдем. Хорошо. О, Рэбис. У тебя не было Рэбис. Отлично. Теперь будет. Ну и прыгаем по метке раз, клеим по метке два. Эта подруга умирает. Нет, лучше я уберу. Я не буду рисковать. Но вдруг там... Давай. Ну где криты, е-мое? Это больше, чем мощный удар. Ну ее откинуло на вторую локацию, где она сможет спокойно подлечиться. Но без бонуса из-за девайса. Плохо, да. Любое перемещение на висталку приводит к таким вот плачевным последствиям. 52 крит раз. 59 крит два. Псани немножечко по мурыжим. Я очень лид. Тут лучше поменяться пока местами. Я даже скорее подкрепу дождусь от врагов, чем чем оставлю вот таких вот раненых пацанов. Стресс. Ну посмотрим, как подхиляет. Вдруг там криты будут какие-то. Нет, критов нет. До конца не подхиляли. Ладно, это последний ход его. Еще снимаем воин. Меточкам. Лечение. И еще хил. Сейчас все уже будет здоровые. Только Блит остался. Все ровненько. Деньги не помещаются. Факел, наверное, надо совмещать. Открываем. Впереди еще, как минимум... А, впереди всего два боя. Впереди два боя. Это качество... Так, а кому... Они все были в темнейшем. Пофиг на качество. Брюсу. Черезводом. Да, черезводом. Фотомания. Кажется, плюс... А, минус стресс, если факел больше. Очень хорошая, кстати, штука. Сокровища еще собрал. Бабушки топор же, да, да. Раскольник и Продион. А, два стрессовика, два гриба. Гриба. Еще метку ставят. Ё-моё, я же забыл. Так, окей. То есть, вас в первую очередь нужно мочить, да? Это раз. Даже, наверное, вот так вот это два. Тут на троих три. И псарем врываемся, скорее всего, убиваем этого от Блида. Но я не хотел весталкой в этого же биться, потому что псарь, скорее всего, добил. Ох, по метке, как бьют, а? Элдик, уж это плохо. Но она сопротивляется. Хорошо, значит, лечение будет. Надо бы как-то нейтрализовать этих упырей. Как ты их нейтрализуешь? Только стану того же самого товарища. Прыгаем из стрессовика пока. Делай, наверное, хил. И еще сверху хил. Тут вырубаем одного. И ходит только второй. Ровненько, да, хорошо. Одного же... А, да, одного боя. У меня же комплит 100% румбэттлс. То есть, сражаться нужно в комнатах. Я возьму тогда вот этих вот кьюри, и все. Да, хорош, ребята. А что вы ходите-то первые? Стоп. Еще здесь будет ходить один. Меняюсь. Лечение. Ух, крит. Хорошо по скорости. Ну, и он два скорости. Я в любом случае его обогнал бы. Но, блин, как... Как же страшно иногда бывает жить. Это Брюс, понимаете? Прошедший через темнейший. Человек, который, ну... Ну, как, ну... Давай так. Этот умрет следующий год. Ладно, меняйся местами уже все. Никто тебя не убьет. Так, этот умер. Остается два упыря. Правда, с бафами на этот. Но на мне метки нет. Надо долбить. Бах. Плевать. Да, меточку на втором. Тебе несказанное видео. Это лак... Ой, в смысле, это скилл. Оговорочка по правилам. Как они живут долго? Но этот умрет от кровотечения. Это какой трой на НГ+. Первый. Прикинь, с первого трая. Если еще с боссами, когда они не начали багать. Так, учись. Лак, лак. С таким количеством боев, с таким количеством миссий не может быть только лак, понимаете? Может повестить... Раз ты кританул. Два раза кританул. Три раза кританул по 70. Как бэск вчера. Но постоянно вести не может. Так, скидываю, скидываю, скидываю. Собираю. Победа. Куплю премиум от удивления. Давай, давай. Закрыли коротенькую миссию. И должны открыться боссы уже на Т2. Становизист, ангвард. Хорошо. Стресс против людей. Ну там пушка и ведьма сейчас пойдет. Жара. О! From beyond можно воскресить кого-то. Эгоистичная унифанда 6-го левела. Но она, кстати, вторая весталка. И у нее девайсы. Ну или две антикварки. Ну две антикварки лесом. Прямо, правда, с девайсами и антикварки. Давайте Женьку, конечно, у нее такие девайсы классные. И она в темнейшем может пойти. Как раз у меня там только одна. Только одна была. Весталочка. Снимаем у нее стресс. Эффективность там и так хорошая. А сколько получается героев-то? Есть ли где-то зафиксировано, где я... Сколько героев? А, кладбище, наверное. 4 из 13. То есть я двух вытащил. Я двух вытащил. У меня не 6, а 4 теперь. Ха-ха! БСП пусть там лежит. Вчерашнее путешествие. Я помню, как он отдался в первом же файте. Так, да, четвертый уровень. Тут уже босс. Это... 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 Да... Слушайте, я бы взял туда разбойника, на самом деле. И двух товарищей каких-то точных. Чтобы разбойник подрезал... Не, разбойник вообще хреново будет работать, поверьте. Ну да, он будет... А, нет, ты можешь взять этого. Дмитрия Михайлова. Ой, зайди вот на первые две позиции. С кем? Ха-ха. С антикваркой. Чувствую веселой будет у тебя миссия. Так, тебе нужен кто-то, кто гарантированно либо застанет его. А лучше убьет. То есть, человек, зверь, например, поми, с мега точностью. Опять, точность, неплохо. Ой, на урон у него, конечно, не тот, не тот. Мне нужен человек, который работает нормально по второй, третьей, четвертой позиции. Это не шут. Разбойник вряд ли. Но этот может помочь вместо репоста. Кстати, он же будет репост... Смотрите, какая идея. Там, кроме пушки, еще проблемы с окружением. Во-первых, там с ружьем стоит чувак. Часто появляются пацаны, которые на первых двух стоят. И они хорошо убивают с парированием. В принципе. Вот. И я хочу взять, соответственно, антикварочку плюс этот товарищ с уроном против людей. И с какой-нибудь повышенной точностью бонусный урон. Типа вот так. Чтобы он просто стоял и навешивал Дмитрий Михайлов. Антикварка с этой позиции может яд кидать. Вот ей нужно яд взять. Потому что она может своим ядом помочь. Там всего лишь не так много хп у него. А, это ведьма. Ой, е-е-е-е, это ведьма. Так, с ведьмой все проще. Мне нужны люди, работающие по первой-третьей позиции. Это Дмитрий Михайлов, да. Это поме пойдет. Что-то не хочу. Блин, у меня по меточкам тут, конечно, беда. Тейка, кстати, тоже подойдет. Она ее ударит и через лебедя ударит. Давай попробуем. Висталочку брать или не брать. Сколько у нее будет хп? У нее будет всего лишь 140... 114 хп. 114 хп. 14 доджем. Так что пофиг на метку на додж. Висталка нужна скорее для того, чтобы стабильнее дойти до туда. Ой, е-е-е-е. Точно скрит у нас не сможет никогда вообще скритом лечить, что ли. Это плохо. Надо посмотреть, кто... Во-первых, надо уволить вот этих пацанов. Все, хватит. Двух револьверов. Всегда мечтал уволить револьвера. Так, посмотрим, кто там третьего у нас есть. О, псарь третьего. Отлично. И висталка второго. О, но висталка второго уже со стрессом туда будет. Так. Нужен ли мне этот... Нужен ли мне крит там? Что у тебя есть? Уилд экспресс. Скаут в вилде есть. Ну и плюс она третья. Она неплохая весьма. Ей бы еще... Тема, чтобы можно было с любого места... Вот эту вот штуку прокачать нужно. Точнее взять просто. Так, псарь хорошо. Тут удар хорошо. Вот это вот свон нужно взять. Поменять местами их. Свон вместо чего? Адреналин хорош. Это вот вряд ли. У тебя что? Репост, станды, баф, удар. Хорошо. У тебя все ок. Подожди, у тебя... Ты же... Ты же только что же... Я же... А, ну да. Я же думал эту взять. Она не пойдет. Здесь сталки больше нет. Почему не играешь оборотнем? Не зашел как-то. Ну он хороший. Если попадется оборотнем, там третий, я его возьму. Попробую. Но сейчас уже прокачивается с нуля его. Так, во-первых, мы берем тактика, что самое главное. Опять же, бонусный урон, бонусный крит, бонусный додж и крит. Твоя задача... Так, она человек, да? Жалко, воителя нет. Почему нет? Вот Брюс стоит. Почему ты Брюса не хочешь взять? Ну, вместо тейки, например... По крайней мере, будет связка с этим, с меткой. А другой связи с меткой мне здесь нет. Ну, есть разбойники. Их, в теории, можно взять на рейндж, перекачать. Мне от воителя отказываться нужно. А воитель сам по себе даст столько урона, что... Да, наверное, не стоит. То есть нам нужно снять, будет 114 хп. При 14 доджи, без возможности застанеть. Брид будет работать. Псарь. Да. Но в остальном надо просто долбить. Просто затариться девайсами, чтобы у тебя было плюс десяточка точность. А нужна ли тебе точность, если ты там лагерными апнешь? Тебе не нужна точность. А вам бы не помешала. То есть тебе точность, тебе точность. Окей. Против сайз 2. Наверное, так. Ох, тут тоже точность урон. Так, наверное, да? Морский ученц. Марочка, 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 марочка. Может вообще возьмем дикую вещь? Типа... Типа 30% урона. Минус макс хп. Да там не в хп дело. А там 25% урона. Ладно, это фигня. Или все-таки тебе взять против людей. Против людей. Тебе взять против людей. Потому что урона больше. Блит тебе... Блит тебе нужен. Блит тебе нужен. А что у тебя за макс хп? Блит тебе... Беда. Другого псаря нет? Другой псарь есть. Крит, стан, резист, точность. А у тебя что? Урон. Элдрихон Гуард. Макс хп нет. Не сильно лучше. Ристалочки выделяем. Девайсы. Но скорее всего возьму с голову. Потому что... Не факт, на какой позиции я буду находиться. Потому что у меня же сразу кого-то вытянут. И... Святую воду надо взять и пропить ее до. Тут понятным. Тут понятным. Что здесь? Либо дамаг плюс Блит. Зайти должно хорошо. Потому что тут же у тебя еще... Шанс Блида увеличивается. И 15% урона. Да, давай так сделаем. Точность 5. Будет 15. Мы его додж 14 гасим. Гасим этим. Гасим этим. Гасим этим. Ну, плюс еще лагерные навыки. Окей. Промахиваться мы по ней, получается, не будем. Проверим сейчас навыки. Такая подготовка идет. Капец. Еще они не 4-го левела, к сожалению. Брать ли щит? Не-не-не-не-не. Там просто урон. Ок. 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 Так вот. Надо проградить еще Брюсу. То есть, вот темы. Раз, два. И проревизировать лагерные навыки. Здесь уже ходили с ним на прошлого босса. Тут не нужно. Тут защита от ночных. Скорее всего. Тут персональный баф. Или вот этот вот персональный баф. Вроде бы все, ребята. Да, тут болезнь, я понимаю, но... Да, на ведьму иду. На вторую ведьму иду. Может атаковать все позиции. Может атаковать первые три. Может делать репост. Может делать метку. Станет атаковать по первой, второй и третьей, соответственно. Метки есть. Метки есть. Девайсы хорошие. Работаем. Значит, святой воды, Макс. И пропить до того, как мы зайдем. Еды, Макс. Сейчас вот экономить на бабле, учитывая, что там еще девайсы есть. Четырех лопат хватит. Факелов хватит вообще с избытком. У нее там, кажется, то ли я, то ли Блит. Не помню точно, уже забыл. Работаем. 30к, ты зажал щит. Вдруг кому-нибудь по чем дадут. Щит, кстати, хорош. Но я не зажал его. Я его просто не поставил. Но мне пока я до босса не дошел, не стоит от него отказываться. Когда иду, надо Блит заменить на этот щит. Потому что там как раз вот на человека, которого в котел кинули, надо кидать додж. Защищать его каким-то образом. А раньше-то зачем? Вот она, ведьма. У меня записаны базовые параметры, опять же, повторюсь. 114 хп. Протекшна нет. Додж номинальный, который обходится. На резисты я не смотрю. Самое уязвимое место у нее это кровотечение, которое будет псарь использовать. Но остальное пофиг. Я должен нацелиться на нее. И убивать. Так, давай-ка, наверное, возьмем. Зря я, наверное, сюда пошел. Не, косарик, что? Косарик это... Окупил сразу лишний девайс, который с собой взял. Зря. Опасно. Яд проходит. Не торопись. Не торопись. Я говорил про апгрейд скила защиты у воителя. В смысле, а зачем... Зачем ему... Ну, то есть, обычно... Ну, хотя... Пригодится. Маловероятно. Ладно, давай щит поставим. Там шаг не такой хороший при грейде считающего. Но я вообще думал про псаря. Если честно. Ну, воителю... Поставим щит. И вперед. Боссов осталось немного. То есть, тут вот пошли-то два босса. То есть, четыре штуки здесь. Справа один, сверху два. И, собственно, финалочком. Так, стресс. Застали врасплох. Репост или не репост? Вот в чем вопрос. Я, в общем-то, могу застанеть. Хорошая вероятность. Да, давай лучше встанеть. Да. Тут бьем так. Тут блид на всех. Ой, как хорошо. И можно попробовать добить. Нет! Один пропускает, трое ходят. Стресс на псаря. 21. У меня факелы не горят. Он потушил как-то штаны. Тут удар. И тут удар. Хорошо. Сейчас можно уже репостик юзать. Ой, он первый же ходит еще. Стресс фоникулейш. Вот зря я факелы. Сейчас еще может второй походить. И этот ходит первый. Вот иногда плохо, что ты застаешь врасплох, потому что потом ты получаешь серию, просто серию ходов. Так. Да, хорош. Еще блид. Так, ну тут нужно последнюю эту кидать. Блид, чтобы этот умер. Гарантированно. Дальнего как-то еще добить. Лучше, наверное, подлечиться. 54, да? Лучше учиться. Воитель не достанет. Ладно, делаем репост тогда. И марочку. Смотрите, у него же марочка. Я мог делать репост на начале, но тоже спровоцировать атаки на себя. Раз. Тут этого забрать надо. Стресс лечить надо. Умрет. Побей труп. О, привет, Блай. Всем привет, какой день? Какой день? 74, вроде бы, неделя. Но третье темнейшее пройдено. Остался только финальный босс. Под него уже есть пати. Я туда не иду, потому что не хочу раньше времени заканчивать игру. Жалко, не успел сходить. О, сокровищница в зале. Это хорошо. Но опять же, придется вернуться. Метку снимать некем. Поэтому лучше, наверное, попытаться убить вот эту подругу. Отлично. 46, конечно. Да и так лучше. Как я пропустил. Там не сложно, на самом деле, было. Умрет от кровотечения. Здесь можно делать уже репост потихонечку. Хотя можно было и протекшн юзать. Пока там у нас стресс. Confusion, спорс, додж. Удар на 13. Стресс. Ой, я же на себя метку поставил. Точно. Дай-ка подстанем его. А потом меточку уже. Просто бьем. Просто бьем. Просто бьем. Метка пошла. Удар. 35 урона. Может успеем забрать его? У него скорость 1. Он первым ходит, блин. 20. О, хорошо я не успел это самое. Не убил его. Надо на него блит кинуть. Главное не убить. И надеяться, что... Висталка сходит первой. Она ходит первой и лечит. Отлично. Он умирает. Добром. Добром. Живем. Что там, мол, сегодня третья за локалой прямо в комнату с квестом ТП-шнули. What? У меня за 3 комнаты... Ну, за 2 комнаты от квестовой ТП-шнули. Ну, хотя могло и в право вверх кинуть. Ну, надо сказать, что я ушел из темнейшего с двумя привалами. Чтобы у Блая было правильное представление о том, какие там были шансы. То есть, закинуло бы меня еще дальше, то все равно... Ну, были шансы выйти там. Не без проблем, но все равно... Нормально, короче, все. Опять лак. Опять чистейший лак. Отборный. Такой... Эссенция лака. Высокая концентрация. Учитывая то, что я в любом случае буду возвращаться, наверное, будем скипать всякий лут. Хотя, может, коллекционер по дороге встретится, как в прошлый раз. Когда я от босса шел назад к сокровищам. Битый, смотанный. И тут коллекционер из-за угла. Так, еще 2 битвы, как минимум. С богом. Ничего. О, это у нас закрепление положительного качества, насколько я помню. Надо дальний убить. О, это метка. Меточка, это нормально. Сделаем парирование. Рэбис это хорошо. Собаке не страшно. Надеюсь, что собачек будем месить. Поймем месить собачку. Первый пес пошел. Стресс снимаем. Парирование включаем. Надо пропущу еще один ход. Ее. Grace the dog. Ну, будет хоть кого стресс снимать. Вот, парирование сейчас получит. Dodge. Dodge, Карл, Dodge. Как так? Эть. Убили стрессовика последнего. Лечимся точечно. Подстанеть можно, учитывая. Да, учитывая то, что ты не попадаешь. Нифига, можно подстанеть. Мне кажется, факел гаснет. Нехорошо. А, со святой, это снимите отрицательного. Ай! Хорош. Во-первых, лечимся. Во-вторых, убиваем вот эту вот подругу. В-третьих, наверное, все-таки я бинт один потрачу. Потому что псы, они... Накусали. Так, пес первый пошел. Да хватит критовать! Я как бы не готов уже еще эту битву покидать, завершать. Как стресс снимается? Как он снимается? Ой, критулечка. Сейчас уже готов. Ну, сколько у тебя там? Давай! Почти. Почти. Давай. Слабо. Хэпидра. Ну, они критуют каждый раз. Каждый раз критуют. Разве это честно? Так, одна минус. Которую тоже надо, наверное, добивать уже. Вот сейчас не кританул. Хорошо, последний стресс. И добиваем. Вообще, Дмитрия Михайлова я хотел бы поучить. Закрепить ему положительный навык. Здесь факел убираем. Дедли. Точность. Минус стресс. Ну, мне повезет. Святая вода. Поехали. Аутоматофобия какая-то. А, нет, избавляет от негативного, да. Я не то посмотрел. Короче, я уже тупить уже начинаю, торопиться. Мне там поправили, что эта тема убирает негативный, не закрепляет положительный. Я все равно проверил положительные навыки. Вообще, мозг просто. Просто мозг. Молодец. Сегодня мы выигрываем или проигрываем? Мы выигрываем определенно. Сейчас самый сложный момент. Завязанный частично на рандоме. То есть мне нужно убить всех боссов. Я хочу просто успеть за 91 неделю не только игру пройти, но и успеть убить боссов. Там челленджи, конечно, много. Сейчас идем на вторую ведьму. Это предпоследний босс Т2 из оставшихся. Я вроде представляю, что меня там ждет. О, а вот это вот был у нас уже. Так, Блит 80. Блит не очень. Марку надо ставить и клевать его. Это минус стресс, кажется, будет. Да какая-то... Что это за марка такая неправильная у тебя? Я помню, в прошлый раз его убил, его воскресили. И я после этого начал мелких бить. Сейчас почему-то я начинаю так же, как и в прошлый раз. Ну, типа фейлю. Ладно, давай репост сделаем. Вдруг меня будет атаковать. Тут пробиваем. Да. Давай слабо. Ну, давай так. Так. Лечу. Хорошо, все почти здоровы. Этого на репост. Но со стрессом. А, он рандомный, видимо, вызывает. Понятно, биг слайм. Пошел с критом. Опять 25, а? Не, лучше уже сразу по критом. В смысле, поэтому по стрессу. Это раз. Мы тут всех добьем. Это два. Точечное лечение. Они замедляют главный локтинг. У меня привал есть, так что отвлечение не стоит, наверное, прям вот от фуловича не отказываться отталкиваться. Так же, как и стресс, не обязательно в ноль спускать. Давай-ка еще разок. Убираем труп. Тут делаем, скажем, деф. Что проще было вылечить. Вычелить. Лечимся, собственно. Пропускаем от него удар. Тут уже протекшн 35, так что. Ой, появляется еще один. Ладно, вырубаем раз, вырубаем первого тоже. Тем более, в сталку успевает еще сходить первый, молодец. Готово. Так, вместо этой темы в раз тут делаем святую воду. Стресс снимаем. Да, стресс снимаем. И разведка. Ой, хорошо, босс в углу. Но мне, чтобы пройти к нему, нужно все равно через две битвы пройти. Квадратный, спасибо тебе за сопротивление. Квадратный, спасибо тебе за сопротивление. Двести, доедешь. Михаил, пару соточек зато начал слегонца на радостях от, наконец, оставленных мне шин на мою ластичку. Не познаватый ли? Дичайше тащи. Хороших выходных. Спасибо тебе за саппорт. Вводи аккуратно. Помни, что есть люди, которые расстроятся в случае чего. Как-то не очень звучит. Я не буду привал делать до битв. Лучше перестраховаться. Здрасте, пожалуйста. Так, ну я хочу вот этого убить в первую очередь. Но не факт, что успею. Не, успею. А дальше уже через метку будем бить. Этого непорядка. Трубчанский не набьем. Есть люди, есть не люди. Пробую застанец. Он как будто как босс по размерам, но значительно менее опасный. Снимаю защиту с него. Пробиваю здесь по метке. Тут воителем по первому. Но он сам первый ходит. Жук. Ну ничего страшного не случилось. Добиваем. Эт пропускает ход. Отметки должны умереть. Ну, в смысле, два раза я бью его. Если по скорости догоним семеркой. Так, ну, убил. Ради соточки не буду. Там, выкидывать еду. Тем более, что нужен привал, еще обратный путь. Здесь у нас тролль и еще минус стресс. Деремятки. Я не войдет с момента, как снег пошел, боялся. Так. Давай-ка попробуем этого. Да как? 5046. Капец. Сейчас нас жизнь-то разбросала, да? Блит все-таки. Репостик все-таки. Опасная пати. Из-за сочетания кровотечения и ваншота по персонажу можно терять людей. Лучше подойду поближе. Кто-то бы бросился на бабушку. 4. Но не хватило. 50 на 50. Нет. Нет и нет. Стану. Нет. О, вот это больно. 39. Чертова бабка. Так, на репосте отбились и главный Блит не сработал. Это очень хорошо. Так. И опять метку на меня. Ой, додж хорош! 2 хита, 4 дэмэджа. Окей. Тогда давай меточку снова по этому. И бросаемся на него. Точечно лечимся. Тут пробиваем пометки. Даже не знаю. Наверное, лучше в деф уйти. И себе протекшн повысить. И... Да, да, да. Вот, вместо 39, 11. Так работает. Вообще-то лучше, кажется, защита по одной цели. Бросаемся. Бабушка умрет сейчас. Тут тоже пометки бьем. КП не обязательно восстанавливать. Но вот... Ой. Ой. Ой, при смерти. Не выдержал я, не выдержал. Но у меня скорость 1. Я успею, конечно же, себя улечить. 8, 2. Давай-ка так. 6, мало. Лечим 12. Плохо, блин, надо добивать его. Да. Ну что, босс. Привал, соответственно, делаем. На полное хп. На полность у него остановили. Частично едой компенсируем. Делаем сначала ауе вещи. Типа урон плюс крит. На всех причем подействовал. А, не подействовал на нашего боя, на крит. И, наверное, на всех додж плюс крит. Далее у нас четверочка. Это защита от ночных нападений. Либо забить на ночные нападения. Как раз подлечиться. Да, давай я лучше сделаю бонусный урон от ключевого товарища. Я лучше проведу ночной бой. Ну, риск этот приму. Но не случилось этого. Так, лечимся. И заходим. Опять не удержится. Так, пропиваем воду перед тем, как зайти. Пропиваем воду. И фулл ДПС в нее, да? Раз, два, три, четыре. Поехали. 114 хп, как и было записано. Я могу кинуться на нее. Мадга поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Сообщает. Да, спасибо. Привет. Время размять твои мозги. Итак. Жена свалила корпоративить. Оу. Кто-то хочет играть в мячик. Да. Если не играть в мячик, то он будет сидеть и смотреть глазами, катая швек. Жалко его, особенно после пары пив. Итак. Как смотреть стрим и играть в адовый мячик одновременно? Ну, мультизадачность, тренируй. В современном мире нужно уметь быстро переключаться и в голове параллелить процессы. Удачи тебе. Жена на корпоративе это настороживает, конечно. Короче, я не буду делать метку, потому что вдруг у меня сейчас вытащат чувака, который будет... Я не смогу бить по метке. Короче, я сожрал просто этот кость и прыгаю. 14. Ё-моё, плохо. Да, и сразу в котел. Капец. С критом. Я не буду ничего пытаться тут вытащить никого. Я лечу и наношу урон. Жду, когда само пройдет. Десяточка. Двенашечка. Четыре блюда. Ну, а как выйдет, я его точно подлечу и все будет ок. Я надеюсь. Так, может ты даже это самое? Четыре семь. Нет, слабенько давай, лучше так. Вообще можно было заносить урон. Десять дэстюм. Стресс. Ой, минус дэмэдж на... Вот надо дебаф снимать было. Пробиваем шестнадцать. Травами снимаем дебаф. Кидаемся. О, Брюс Дэсдор. Кидает следующего. Точечно лечим. И бьем, соответственно, по ней. Сейчас, сейчас. Главное, что у меня пацаны могут работать по третьей позиции. Всем. Пока варится следующий, я... Я лечу, пацанам. А что, она лечится, что ли? Мне показалось, ли она лечилась. Хороших. Лечиться не надо. Победа. Так, ну я хочу вернуться к этому, к сокровищнице, с вашего позволения. Босса убили пару перекусов на случай, если встретим кого-то неожиданного. И идем. Главное, чтобы не коллекционер, как в прошлый раз. Ну, 7,5к. Я не буду отказываться. А, один из ее скиллов лечит, понятно. Ну, передэмэджили. Я не знаю, как получится или не получится передэмэджить. Ну, хотя, тут мне не повезло в том плане, что сразу закинули Брюса в котел. А у него были ключевые девайсы на дэмэдж и, собственно, бафы на дэмэдж у него. Наверное, на будущее не стоит скидывать, складывать в одну корзину все бафы, ну, в одного героя скидывать не стоит. Потому что ты его лишаешься и все. А тебе нужно мочить. Ну, с другой стороны, ничего страшного, видите. Поварился немного, довернулся. ГГ приболел. Да, об этом, скорее всего, все уже знают. Скорее всего. Сегодня Эльдар сам... Да, не открывается. Сейчас посмотрю, об этом знают. Тишина в группе. Не писал. Любопытно уже, что там. Не могу отказаться от мысли. Возможно, стоит вообще брать пару пасарей, до этого арбалечиться на ведьме. Я вообще три пасаря. Разбираются. Так, тушим факел. Открываем ключом. Выкидываем. Ооо, для канонера. Блид скилл ченс, блид резист. Чушь. Собираем. И уходим. Так, еще один босс повержен. Мне любопытно, сколько прогресса дали. Ооо, тут пятый левел Дмитрий Михайлов. Да. Анхоли. 4-4-3. Кстати, Брюса можно взять еще на одного героя. Ну, на пушку, например. Это ерунда. Сколько у нас недель? 80. Ох, 11 недель осталось до конца. 11 недель. Уилдах не пахано. Тут медиум только есть. Есть средний но лон. Есть второй средний лон. Ооо. Сейчас посмотрю. Секундочку еще. Там опять транслируют футбол, я вижу. Передал. Смотрите, раз, два, три босса, четвертый, финальный. А мне не хватает времени. То есть тут еще... Сколько получается? Тут три босса, которых я не успею. Да, по боссам я не успеваю уже, судя по всему. Раз. Два. Три. Три. Да, видимо, надо сейчас идти... Средний длинный 8. 12. Потеряю по опытам. Может успеем? Ну как ты успеешь, скажи мне? У тебя 11, минус 4, 7. Ну вот тут три босса осталось. 7, 4. Ну и четыре прогресс-миссии. Фиг знает. Стремно это как-то. В любом случае, хотелось бы запас оставить под... Под финалочку. Какой там? Ну на финалочку можно и сейчас сходить. Это рискованное, конечно, мероприятие. Но можно взять и сходить. Товарищами. Что там нужно? Там нужно либо на перемещение, либо на работу по второму. В первом там просто много дэмэджа. Хорошо заходит репост. Да и не важно, что там заходит. Хорошо. Там все хорошо заходит. Любая универсальная команда заходит. Если я пойду в темнейшее и начну выигрывать там, то я не смогу потом вот этих вот боссов, особенно топовых, убить. А мне хочется. Давайте, знаете, что я сделаю? Я забью на прогресс-вил, да? Нет, глупость не говоришь. Тут осталось-то миссии. Фигня. Покажи, что в городе отстроил. Да, отстроил дилижанс полностью, соответственно. Отстроил кузню полностью с гильдией полностью. В санктуарии далеко не все, но это минималочка. Здесь тоже были грейды. Практически все, кстати. И прогрейдил, кстати, еще тему с артефактами. О, можно взять девайс с этой антикварочки. Да. Что делать? Как вы думаете? Выбор велик. От сразу пойти в четвертый темнейший, попробовать завершить игру. Второй вариант это пройтись по вершкам, не пытаясь вилд закрыть. То есть попробовать убить плоть, попробовать убить этого пророка, попробовать убить команду. Есть... Это практически без риска, если мы по вершкам проходимся, потому что есть запаси недели. И эти пацаны, которые с факелами пойдут, скорее всего, на боссов, они все равно в темнейшую не идут. В третий вариант он, с одной стороны, и сложный. Он точно самый долгий. Он точно самый сложный. Но, с другой стороны, он облегчит мне шансы пройти финалочку. За счет того, что мы, возможно, подготовим еще кого-то из пацанов к 6-му левелу. Как раз убиваем уилд 3-го левела. Если идти в темнейшую, то не сегодня, но сегодня надо на светлую голову убивать боссов. Так, липер, блит, макс, хп, профит, 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 профит. Да, давайте тогда на босса сходим. В качестве разрядочки. Но пати нужно внимательно подготовить. Профит, человек, четвертый слот, да? Или сходим на плоть сначала, там стим плоти. Давай там стим плоти. Как ты будешь мстить? Двумя псорями и этим? Ай, жжж, бжж, бжж, бжж. мне нужны плотные товарищи с периодическим уроном прошел первый псарь можно им знаете вообще сделать девайсы на хп просто на хп всем и и просто закидывать периодикой на проблему только в том что я не смогу же bled юзать а я могу bled юзать с первой позиции отлично тогда берем еще вистал очка дикий пати то есть периодика 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 хил да кто-то может еще а у я а у я бобр но лесом можно взять а кто больше накидывает чумной или тот у него резисты есть у нас данные по резистам сирена не сирена нет я не записывал кажется тогда там нестабильно срабатывает вот в чем дело нестабильно срабатывает bled у меня второго девайса второго ошейника нет чтобы можно было псаря как-то да как-то да всякие девайсы на dodge на там коробки вот эти вот макс хп dodge вот вот то что мне нужно окей чумной доктор шанс заядеть а вместо шанса застанет я пожалуй возьму тоже что-нибудь такое ух ух точности не нужно а давайте коробку тебе берем тебе берем ошейник а я не снял с прошлых сарямба ошейник раз здесь так коробочка коробочка где коробочка коробочка до вас такие сразу доджи ух вообще тебе нужно было в первую очередь бличен сдавать на что ты с первой позиции сделать вообще ничего не можешь и нужен какой-то дэв чем я дэв лучше заберу вот такой вот . по . или не давай 30 тебя да у тебя сколько 35 тофы везив даме сами себя поменяем сложные сложные штуки максимизировать шанс 50 доджи у него будет на первой позиции плюс и везив тав хорошо здесь берем два девайса вистальных так и естественно так тебе думай это бист с одной стороны но с другой стороны тоже blit вроде как кидаешь если не откажусь от этой темы вероятность 140 процентов о этом манга не зачиталась манга поддержал канал не миша корпоративе ничего не стремно там все схвачено да и меня же никто не мешает сваливать на все выходные на дачу к другу ну или в место которое нельзя называть в нижнем кстати не говори слова мячик 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 не говорить мячик 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 я не знаю какой интонации ты говоришь но привет псу пёс бесноваться начинает мячик 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 хорошо привет псу как он бесится часа интересно ах прям ух что я могу еще на защиту накинуть тебе никогда не думал о защите dodge хорош минус 5 дэмэджа пофиг учитывая периодичный урон и наверное но точность протекшн тоже вряд ли скаутим chance как не с этой party дойти до до врага это конечно задачка то еще ну ладно блин реально когда идти еще что лет не было в том в тех местах стресс снять можно что же что же точность вот можно макс хп и плюс стресс эншин 61 хп 42 доджа уве стал очень конечно беда с этим надо местами поменять вот что нужно сделать пофиг что он не сможет стресс снимать если что поменяемся местами и скорее всего надо у этого убрать стресс сделать защиту ой точно же щас могу додж еще он себе накинуть 25 кого-то прикрыть у грязь какая да ладно собрали такие пати дикие получаются норм норм непривычно с такими пацанами эти защита от ночных нападений скаут есть мне бы какой-нибудь деф о чумной доктор кстати хорошо заходит там же болезни есть по пути ворнсах да бесформенная плоть нужно много бинтов нужно опять же святой воды дофига бинтов по максимуму если ты посмотришь мое сообщение выше остановишь то есть шанс закончить боссов за 9 ходок плюс 2 останется на финалку так как ты можешь гарантировать если мы не знаем какие там он чопа это же рандом все равно не можешь гарантировать что там он чопа он чопа непонятно на среднего босса прохождение локации мало и средняя длинная босса чемпионы мало среднего то есть 4 по 50 плюс два босса в чаще плюс других то есть 9 находок 1 окей хапчик пошел а почему бы не пройти темнейше потому что игра закончится так то да а куда мы идем что за место мы идем воренс да я не помню что там две кости двое почему не хватает места свободного говорит можно играть после прохождения да ладно это как да мы идем на путь просто я не знал какая это самое да плоть вот в прошлый раз меня уничтожила вообще может имел смысл действительно сходить на в темнейшее и так начинает закрывать постепенно нет я не проплоть забыл я не помню лор там воренс воренс он с чем воренс он с чем а он в левом верхнем углу это хорошая новость плохая новость в том что разведка не сработала а я понял супра и застали врасплох гадство ой 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 да хватит дочь так давай-ка тебя поближе друг мимо падает этот еще плотнее стресс стресс но если что я могу поменяться местами стресс довольно быстро снять меточка еще это хуже дочь вся доджи 50 карл тут 42 накидываем снова блит на всех подконтролить опять стресс мне больше всего не нравится в этой ситуации и еще blit 9 бляда он не умрет еще станчик но он пропустит ход какая разница да пробивает пропускает а сейчас останется труп 12 blit 12 11 но хп там больше лечим лечимся жук 12 жук и жук сразу уйдет судя по всему давай-ка мы накинем тебе не хватит да я тебе хватит тебе хватит этот умрет этого убиваем перестарался и еще blit этот умрет 15 антик но периодически урон отличный надо только добраться до босса и все успеть накидать ему а так то все хорошо кость можно выкинуть кстати потому что мне двух костей до босса хватит но поменяли местами это важно каждый пёс должен звать свой знать свое место пёс у этого больше защиты хотел бы я срезать как-нибудь о застали врасплох ой хорошо значит на дальних двух станчик раз стрессовых пацанов и болезненных тут вгрызаемся раз тут наверное все таки лечимся вгрызаемся два ох понеслась эти пропускают уже половина хода эти бьют но там защита хорошая ха 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 такая пати очень странная очень очень странная пати ходит первым гад вомит это возможно болезнь просто стресс тут я бы подконтролил сколько стан у тебя 140 да нет давай лучше яд умрет а какая разница все равно должен 9 6 по 15 урона метка пошла я хорош уже ну не надо бить где додж друг так умрет умрет давайте я поставлю на метку защиту 75 доджа 75 но бьет по-другому ну и 75 ну хрен попадешь ты чего издеваешься этот минус 1 минус 2 пати имеет право на жизнь я считаю так давай так троечка давай привет владимир 23232323236 добей этого все как раз там 3 остается это пропускает ход этот умирает в свой да да но лучше метку здесь сделать на первом потому что протекшн потому что блидом этого не надо убивать потому что второй псарис бонусом бьет все он не умрет к сожалению у нас выход я использую эту возможность для того чтобы я думал переместиться на 2 для того чтобы подлечиться неважно о правильно сделал что переместилось тогда я смогу реально стресс убрать еще но подлечиться не успел о неплохой он камон для оккультиста дебаф ему в скилл чэнс ну продать можно подороже чем вот эту вот лабуду открываем яд проходим правильный порядок восстанавливаем и же стенку пать имеет право на жизнь я скажу даже больше тех кого ты убиваешь тоже имеют право на жизнь конституция детка ничего не знаю ничего не знаю какая конституция что-то несешь так место факелов уже перебор я зря столько факелов беру на такую миссию тут три комнаты осталось до босса и разведка срабатывает вовремя я могу срезать не влезая в бои хорошо кинул воду получил воду и деньги выгодно заходим еще ловушка там босс будет интересно сколько там на стакаться будет там же удар 24 по по каждому потом периодически сколько там троечка да троечка то есть 12 в каждый раунд то есть можно до 36 довести только блидом еще яд сверху круто должно быть куда куда кашель минус 20 дэмэджа очень не очень но для нее все равно разведка не сработала но я хочу я знаю что он там меня ты не обманешь делаем привал на фоу еду на фоу еду защита все таки от ночных нападений точно и тебе там практически нечего бафать защищайся от ночных нападений так а есть ли что-нибудь болезнь можно снять с висталочки но ей на самом деле хотя у нее три болезни да давай-ка мы ей пиявочек поставим добро собакотерапия это все чушь надо молитвы наверное делать протекшн как раз или хилинг ресифт а хватит нет делаем молитву у себя болезни не снять тогда лагерные навыки ерундовые конечно отдыхаем идем на боссы ох волнение пошло ни с кем не встречаться до босса все вы готовы вообще может быть висталочку пока поменять местами с этим мы же можем точечно тот же делать так что пусть у него будет лучше возможность стресс снимать какой стресс что ты несешь какой стресс там нет стресса там тебя будут просто убивать с богом пацаны вот она 235 хп два саппорта отлично лечится скритом топич первый ход у нее резистов не завезли к бледу 45 65 ой вот эти рейндж бьют хорошо что я делаю я пропиваю раз я ем кость просто потому что могу она не влияет а нет она кстати повлияет скорее всего или она влияет только на этот прыгаем на всех блед первый пошел что так антидот минус тут яд на двоих 12 тут да я думал под защиту но не нужно это да ты уверен ну и весталочка сходит подлечит лизейшие дэмэш носит еще блед пропиваем 15 ну все живем они сейчас трансформируются ё-моё встану и в мили урон по первым дум промажешь ну ваш хорошо что продолжаем накидывать 9 9 6 9 6 9 еще 12 еще бреда 9 12 12 резист хорошо всех лечим опасно трансформируюсь нет гад пасует вот 3 хила топовое лечение сейчас зайдет от босса топовое смотрите топовое лучшее лечение такой 11 подхилял такой сейчас получил на 12 15 давай лечи друг 7 следующий 27 минус 8 не удается динамика отрицательная крит нано повезло 18 15 12 27 там за раунд 30 за раунд и еще на ка тебе двенашечку на сзади тут естественно лечим точечно и здесь же все последний ход смотрите ой какая страшная штука еще пожалуйста давай еще пожалуйста сколько там 18 18 18 18 18 21 и еще сверху давай 21 давай еще яда туда ну че кто ходит первый ребят у вас два хода есть близко близко кто следующий о мышку надо нажать оп да повезло мне все равно она могла меня убить конечно выпендривался выпендривался мог гупнуться плоть ушла проверяю сокровищность сокровищница близко нет уходим закрыли надо вот это вот криплинг код взять снять да ой the dark is rising собирается тьма в следующем в следующем короче шанс душевного подъема меньше так я хотел снять по крайней мере вот это вот хотя какая разница если ты пойдешь на миссию ты себя снимешь да не жмоть не зажимай ты чего я этого тоже лечим ну что у нас здесь есть медиум можно сходить сюда остается у нас Профит Команда затопленная И вот здесь Уилд Сходить сюда, не сходить Дина Изейшева Сегодня я не хочу на Изейшева идти На ночь глядя и ходить На финальную миссию это как-то плохой Плохой знак Можем попробовать Профита завалить Или лучше не отпускать такой шанс По локации Зачок посередине сияет Что товарищи А не знаю А это минус свечи чанс Это отрицательный кросс баф Если идти на профита Кто пойдет на профита Кто кто Псарь арбалечится Не ты Можно второй арбалечится Или второго псаря взять Да фулл ДПС просто и все А кто стоять Впереди будет Это загадка Висталка будет Стать впереди И не лечить Или взять Брюса Но он по метке не будет работать Чемной доктор не нравится мне в той ситуации А у тебя снайперские с двух позиций Да А ты с третьей сможешь Прыгать сможешь То есть в теории можно взять вот так Как бы без висталки Например То есть тут хил Тут хил Тут стресс Со сменой А на первую позицию Можно взять Желательно марочника какого-то Опять же марочника Из оставшихся Это Брюс Либо Соколик Какая-то хрень А не А не пати Слушай Мы уже Мы сейчас с двумя псарями Сходили Нормально все Главное чтобы у тебя была какая-то тактика И ты ее придерживался А вариант с двумя оккультистами не пробовал Они в ноль Сбить смогут А не Не пробовал Что-то мне стрёмно Во-первых Оккультиста хайлевельного нет Есть у меня только один Третьего левела Ты можешь псарю взять с селфхил Да псарю Это можно взять с селфхил И он тут реально будет работать Так Так Типа И А что у него по протекшену Кстати у этого Сирена Кру Ведьма У меня не записан он Гад Вульф записан Это было в самом начале Когда я еще не думала Ладно Если мы берем кого-то На первую позицию Который работает по четвертой Это кто? Это никто Из текущих твоих пацанов Это буквально никто Ты можешь конечно взять Разбойника Поставить его на вторую Включать парирование Не можешь Че бабра брать Ага с копьем сзади Никто не хочет спереди стоять Тейки хайлевельные нет Дмитрий Михайлов не достанет Дмитрий Михайлов хорош тем Что он может защищать пацанов То есть он со щитом Воу Кто зайдет Дмитрий Михайлов пойдет Смотрите Он во первых даст баф ДП сером нашим Додж крит Дэмэдж крит И после того как будет объявлена Будет объявлена Ахтунг Ему нужно гасить скорость То есть мы ему гасим скорость С перчатками Чтобы он еще убивал первую штуку Он у нас лагерными навыками бафает Мы сейчас грейдим щит Делаем ему бонусный протекшн Бьет по первой этой И может потом еще Ооо он дебафать может Ооох Можно ему скорость гасить тоже Да, Дмитрий Михайлов тут выглядит Уверенно Рэбис, рэбис, рэбис У всех топ урон Все молодцы Все молодцы Тут додж не буду брать Хотя на босса может быть даже и додж пойдет То есть вот когда придем на босса Можно избавиться от минус стресса И взять додж и селл хилл Вот так вот То есть одного ты протектишь Другого ты доджишь То есть двух арбалетчиц Мы можем от ваншота И защитить Очень круто Слушайте, тактики такие появляются Абсолютно психованные Но Так, значит Дэмэдж против метки крит У тебя минус 10 точности Берем тебе колечком У тебя тоже минус 10 точности Из-за того берем колечком Надо узнать, кто он еще Подскажите, пожалуйста Какая у него раса? Да-да-да, я прогрыжу Михайлова Я видел, что он 4-4 И что навыки у него не до конца Он же пятый левел в прошлом миссии получил По идее По идее Если мы идем в руины То он должен быть undead Скорее всего он undead Против undead у меня есть Девайс Вот, мне кажется, анхоли Крит дэмэдж Некромансер Псорюм Псорюм, псорюм, псорюм Пока что так Можно на самом деле Настакать еще Дэфа псорюм Для того, чтобы просто Анхоли, да Эх, эш Да 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 Короче Я думаю, что взять сейчас Вот этому товарищу То есть он скорее всего Будет на себя принимать удар Чаще остальных Поэтому скорее всего Ему надо брать вот эту коробку С доджем из хп И держаться 60 хп 28 доджем Маловато Можно даже ему взять Древнюю вот эту штуку Еще на 15 доджи Псорюм Псорюм можно тоже взять 12 доджи Но это скажется на защите Но Его как раз задача будет Скорее кидать метку Правда, я не знаю, что у него по защитам Но не метко лучшим То есть мы Этими двумя Абсолютно спокойно Защищаем двух других пацанов Увеличивая либо себе защиту Либо давая Шансу вернуться Лучшую коробку Кстати Может у нас протекшн есть какой Есть здесь протекшн Мало протекшн Я посмотрю протекшн дал еще Что одним доджем Сыт не будешь Давай ему дадим вот так 50 будет плюс Сколько? 75 у него будет А здесь тогда Ну гасим крит Гасим скорость Чтобы в конце Можно было щит поставить На любого из Этим подругам Нужно взять обязательно Хил Метка АОЕ Вряд ли Да Тут все нормально Стресс Пока до босса не дошел Надо взять У меня будут проблемы С Нет С защитой Не знаю Лучше стресс Наверное Можно стресс и защиту А не хило Вот это полезно будет Ну что Абсолютно безумная пати Собралась убивать Профита Которого я Которого я В прошлый раз Короче не справился Я Тут 45% протекшна Офигеть А почему я на протекшн Тебе-то не взял А что у тебя есть на протекшн У тебя есть голова на протекшн В общем-то Тебе нужен протекшн Протекшн Толку от хп Если у тебя Будет не кап Только десяточка есть Помощь Саппорт 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 Будгим.ру Ладно Давай так Наверное Не нравится мне это Кому нравится это? Никому не нравится Терпи В кузне грейдим последние два навыка у Дмитрия Михайлова Болезни некритичны Лагерные навыки топ-1, топ-2 А потом защита от ночных нападений Или, если будет все вообще хорошо, можно будет бафнуть одну из этих арбалетчиц Что-то я упустил Ладно, ты у нас бьешь по марочке Ты у нас с точностью бьешь Аналогично с бонусом против андедов Ты увеличиваешь урон, делаешь себе додж для связки, чтобы не ваншотнули арбалетчицам Ты делаешь то же самое, пробиваешь себе путь Ладно, поехали Очень много урона Хилл есть Так, не до конца репост, кажется, я там гравиданул Дмитрию Михайлову Да, у него там еще 5% Еще точность возрастает Фух Шанс душевного подъема сильно не должен зайти Тут хороший танк, эвэйзи в додж Отличный додж Самое главное, что все, кроме вот этого товарища Но у него своя роль Могут атаковать четвертую точку Он четвертую позицию Минус стресс Точность, скорость, профит Поехали У него, кажется, яд У него много яда Я также пропью воду Перед тем, как к нему зайти С факелами жестить не стоит Лопат много не нужно С Богом Последний пророк Ой, там стресса, конечно, много Но мне не нужен стресс То есть я не буду на него смотреть Я должен просто по нему работать Наносить урон и защищать тех, на кого будет падать потолок Страшновато Я просто очень давно на пророке не был А когда был, терпел периодически Он находится слева наверху Вот здесь К сожалению, мне придется провести два сражения До того, как я выйду на финишную Но здесь два... Две битвы я пропускаю, что хорошо Так, хавчик тебе не нужен особо, да? Почему-то могут быть деньги Ну, пожалуйста, бабло Руины Тут же разбойники или скелеты Кто здесь? Ой, личинки А почему такие маленькие? 14 хп всего лишь Так, главное только без болезни, ребят Давайте вот без... Без вот этой вот темы Убиваем тех, кто не ходил 20 раз Держимся, держимся Убиваем 20 Ай! Ай-яй-яй! Да что ж такое? Главное, я не смогу добить На первом хожу Хорошо Менять местами нельзя Потому что тогда я не смогу арбалечесами вообще ничего делать Поэтому стараемся стресса не хватать Проходим Битва А че у них такие маленькие? 19, 19, 25 Очень странно Раз, пятнашечка Два, тринашечка Репостим Кидаемся Ай, додж Бьют по марке тут Надо подлечить будет нашего друга Пару раз критом Надеюсь, арбалечесцы тут Помогут Добей одного Сделаю-ка я вот такой вот щит Раз и есть репост Чтобы по мне не попадало сильно Лечим И лечим С критом Но он должен убиться об меня На идее Да, да, убивается через этого Хорошо Неплохая, кстати, связочка тоже Не помещается бабло Кость мне пригодится Факелов хватит Опять я выкидываю Пакет Три штуки С богом, с богом, с богом Поехали Повезет Не повезло Собираем Еще бабло Куда мне столько Святую воду Да Стресс сняли 70-95 Ловушку сняли Каустрофобию можно О, нет Негатива не вышло Впереди еще пустая комната Можно попробовать сюда сходить Исключительно за лутом Факел еще включим Зажжем, конечно же Какой баф дает этот факел Какой факел А, вот это вот Бонусное количество Ну, я не знаю Бонусное количество Эксп Эксп Прогресс миссии Кажется, это только на героев влияет Вот в чем дело Так, тут дебах Вы пошли Это раз Стреляют Мимо Нет Тут еще дебаха Два Вообще мимо Крита не может быть Но попадает, гады, а Попадает Давай-ка щит Сделаем Чтобы ей проще было лечиться Тут репостим 75 додж 75 додж Еще разок додж Еще разок ауе плюс додж Баф Минус 30 точности А две они дают Можно же дальше стакать Минус 40 точности Минус 40 крит Как-то Да, пошло Они же вообще попадать не будут Там Из-за этого Ну как, у тебя 75 додж У них штраф 40% Это Это Какая должна быть точность Чтобы попасть Они не попадают Ай Уэй Уоу Там двадцатка всего лишь Оказывается уже Надо лечиться, блин Защищать этих Товарищей Лечись подругам Молодец И снова лечение Ну добей Почти Ладно, прыгни Надо поменяться Как-то местами С арбалечным Что эту я лечить не могу А, не может она вообще С последней позиции Я двигаться не могу То есть нужно защищать Именно последнюю Почем фокус Я понял тебя Ладно, сейчас Сделаем защиту На дальнюю Но лечить я ее Все равно не смогу Так хотя бы Она не сможет Опускаться по хп Хила вообще не завезли Убиваем Как быть-то Ну бей ты этого Почти что Надо поменяться местами С той Подругой Возможно убить труп Чтоб поближе были Можно было дотянуться Да, я поменяюсь местами С этой И здесь Прыгнул Убью этого Упыря Лечимся раз Потом лечимся два И три Этих пацанов Не пробить На всякий случай Защиту По этим хрен попадешь То есть Защита Защита И все И спокойно лечимся Неплохо Там же еще Стакается Хил Вот они сейчас будут действовать Ни один не должен Попасть Ну или нанесет урон Слабенький очень Да, по протекшену 90 протекшен 90 процентов Ну 80 кап получается Ё-моё 90 процентов протекшен Ладно, 45 уже На репосте ловим Тут лечим Это плохо Попадает Не вернулся я 75 доджета Блин Да, это пати Но она четко Под босса Опять же У нее проблемы С хилом Проблемы со стрессом Много разных проблем Но когда идем до босса Там должно быть Все уже получше Убиваем Один ход еще Хочу вылечиться Она придется Опять дали много денег Не ясно куда мне их сбагривать Опять же Не, не в деньгах счастья Михаил Ну ты посмотри Сколько Можешь перекусить На самом деле И от еды Избавиться На один привал Хватит Ну с запасом С небольшим Мне две Одну комнату пройти Нужно до босса Фактически Вот Он же здесь Это пустая Разведка пошла Тут битва Перекус Перекус Ладно На привал пока еще хватает Пошел стресс Зачем мне дебафать Пацанов сзади Да, давай Раз Да, что ж вы делаете Это ироды Первые ходят Не Двас Ну и защиту Защиту Надо делать Всеми причем Защиту На дальнюю Дальше На ближнюю Тут конечно Можно А, дочь На ближнюю Уже Спадает Он только Один ход Действует Мимо Попал Гад Попал Да что ж вы мажете Да ну Надо репост ставить Протекшн пока работает Поехали Наконец-то Сейчас будем отвечать Уж хоть Как там Так Так Это Защита Ответили Тут Так Давай еще разок Да Что за метка Я должен был Я должен был Вот так Действовать А сейчас Исходит Еще раз Скорее всего И открыли И открыли дальнюю Эту арбалечество Не торопись Не торопись Пока репост Есть Включаем Так Добейка Дальнего Сто процентов Добейка Лучше Вот этого Тут Тут Меняемся Местами Зачем Дальше Не попадет Дарим Дебафы Здесь Обновляем Репост Скоро Будут Вылазить Всякие Всякие Скелеты Может попасть Блин Да что ж ты Мажешь Та подруга Щит Ставим На дальнюю Точность не очень Но я должен отдохнуть Чтобы Да и по По метке Будет лучше Все В плане точности Надо сейчас Уже начинать Лечиться То есть мы Держим защиту Чтобы не просаживаться По хп И рано еще Лечиться Надо Надо посмотреть Какой там Шанс Попасть Потому что Я уже Третий раз Мажу 82% Какого Лешего Опять же Репост Потому кто Не ходил Не добил Это Мимо Это Маленький Урон С ответом Да Пати Очень Наркоманская На самом деле Прямо Очень Так Пора Лечиться Мимо Ответим Щит Обновляем Там 80 Протекшна Господи Додж 125 Я только сейчас Увидел 125 Додж А Он на 3 раунда Стакается Третий раз Третий раз Третий раз У Доджи, судя по всему, даже нет капа. То есть у протекшена я упираюсь, а у Доджи нет. Хотя мне вроде говорили, что у Доджи есть кап. Но 125 это что-то с каким-то вообще диким запасом. С сумасшедшим запасом. Речимся над местами меняться. Вообще нужно одного оставить. То есть нужно одного здесь убить. Это непросто. Еще прокачай БАВ щитоносы на пасть. Там почти 10 Доджи скорость заходит. Клево. Клево. Мимо. Тут не попасть. 125. Серьезно. Как попасть вообще по этому? Пацанам, у которых 100 там точности. Вот и не попадают. Так, наверное нужно меняться местами одной арбалечицы. И лечить уже эту. Подругам. Да, только ты не можешь меняться местами. Поэтому ты скипаешь. А ты отходишь назад. Вот, и они соответственно должны, Псарь в частности, должен чередовать метку с... С вот таким вот защитным навыком. Для того, чтобы не было... Да и это тоже получается защищает. Все друг друга защищают. Все друг друга защищают. Главное не забывать накидывать и все. А так вся пати получается защищена. Либо наносится маленькое количество урона, либо не наносится урона вообще. Чередовать, ставить метку и стрелять под четвертой позиции. План такой. План, кстати, хороший. Я прям проникся. Тут, правда, очень вяло все идет. Потому что, ну, я по одной цели должен работать, а не по постоянно меняющимся непонятным целям. 125 дотушин, да? 125. Последний хил убиваем. Ну так, приблизительно хил сделаем. Да я... И не добьем ведь. О, добил. Крит, хорошо. Да надо уже мочить козлов. Это все... Мы в лагере вылечим. Оставшиеся вот темы все. Убивай уже. Хватит. 13 ходов мурыжилых, а? Получил огромное количество голды. Кстати, она пропорционально, видимо, из трупов появляется и все. Вот она разведка. Боя до босса не будет. Можно выкидывать лопаты, по крайней мере. Это открывать не будем, привал. Так, внимательнее теперь. На фулл или не на фулл. Если захочется поесть, то не сможем. И лучше на фулл. Давай. Это раз. Дальше у нас идет бонусный урон и шанс на крит на троих. Шанс сработал. Один раз не сработал шанс. А вот я даже думаю, что не нужен додж и скорость. В смысле, не нужен додж и крит. Тут лучше персонально бафнуться. А, это же защита от ночных. Стоит ли защищаться от ночных? Меньше урона будет. Так, два бафа будет. Да, еще одного битвы я не переживу. Ну, по времени имеется в виду. Давай, защита от ночных нападений. Тут выбери, либо... Нет, додж крит. Все-таки крит. Троечка еще. Там не 33, а 36 будет. Хотя тут 5, 10. Мне выгоднее, конечно, брать. Но не хватает. Ладно, тактика. Тактика. И на себя, и на всех остальных. Поехали. Итак, перед заходом к боссу пропиваем святую воду. Главное, что сейчас жрать не захотелось. Это самое такое стремное, что... Все. Пропиваем. Раз. Два. Три. Четыре. Поехали, ребят. С богом. Позиция не та сразу же. Я накосячил. Так, на двоих. На двоих. Ну, то есть я делаю додж на того, что здесь придется ставить метку сначала. Блин, косякнул. Лучше бы там боитель стоял. Тогда я смог бы в первый ход подействовать. Давай меточку, ладно. О, вернулись. Тебе надо только бить. К сожалению, ты не можешь прикрывать. Там протекшн... Там только одна защита может сработать. Поэтому ты просто бей. Это очень убого, конечно, но... Чё ж поделать. Стреляй по нему с бонусом. Пометочки. 28 слабо. Тут делаем додж. Можно было поменяться местами. Лучше нужно было сделать. Падает. Додж 41. А то подействовало. Так, надо подставлять этого. Надо, короче, больше урона. То есть нужно возвращаться сюда, да? Да, так делаем. Раз. Ты стреляешь по нему. 40% крит. 26. Ну где крит? Тут думай. Либо мы меняемся местами, либо мы на пофиг ДПСим. И закрываем тун. Она не может меняться местами. Закрыли, вопрос. Стреляем. Блин, какой урон убогий. Яд. Вот это плохо. Резист, правда, сработал на нужную. Я, типа, думал сейчас вот закрыть эту подругу, но, кажется, она не сработает, в принципе. Может, лучше репост сделать. Ладно, проверь сначала. Гард. Ну. Работает, блин, капец. Нет. Так. Во-первых, тут яд. Пропиваем так, пропиваем так. Метка все еще работает. Пока стоим. 62 крит. Хорошо. Мне очень нужны криты. Пропиваем, пропиваем, прыгаем. Блин, 82. Тут лучше уже делать репост, пацаны. Ну, потому что не срабатывает эта хрень. Я так хоть смогу ответить разок. По всем. Ой, опасно. Сейчас можем потерять. Dead blow. Резист. Надо кидать метку сюда. Пропиваем так. Кидаем метку. Капец. Я тактик. Просто охренеть. Опять падает все. Так, держимся пока. Нет, нет, нет. А, это просто ход. Хорошо, на него. Вот, если б я раньше это сделал. Раньше работает тема. Все, простреливаем, добиваем армитировочного. Готово. Да, но... Если ты кидаешь после вот этого скриптового... Если ты кидаешь после... То уже не работает. А если человек находится под защитой уже, то на него не срабатывает. То есть, эта пати... Мне не надо было просто менять тактику, на самом деле. Надо было продолжать кидать на тех... Ну, постоянно просто... Нет, хотя нет, не факт. Потому что у псаря-то не сохраняется на ход. Если... Надо было меняться местами, скорее всего. Короче, хрень. Хрень, но я справился. С хренью... Не буду уйти за лутом. Потому что могу сдохнуть от еды. И пророка мы забрали. Пророка забрали. Анхолес, слэр. О, Дмитрия Михайлова нужно обязательно вылечить от страха Элдрихов. Можно что-то закрепить. Стресс. Дорого. Ладно, не издевайся. Есть ли долгий... О, есть медиум. Шорт. Блин, опять нету. Но мне кажется, что количество миссий увеличилось. То есть, если я закрою еще вот здесь, вот миссию в ковах. Утопленную команду убью. Но пати вообще не подходит под... Под... Команду. То... Возможно, мне уилдых будут давать больше миссий. Так, а что у нас команда? Команда это первые три слота. Это возможно так. Возможно так. Три же, да? Даже два. Слушайте, там даже два же. То есть, первому мы даем хорошую защиту от стресса, хп. Да и урон можно бонусный дать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Стресса там будет много. Туда бы дойти аккуратно. БС лесом. Желательно взять людей, которые... Да, которые... С факелами, естественно. Что мне нужно против утопленной еще? Стоят хорошо, кстати. Здесь смогу и лечиться, и это делать. И по метке смогу работать. По утопленной команде вроде у меня были записи. Первому доджи набери. Да, да. Да, с... Соден Крю. Нифига защиты нет. Ну, на первом лейвеле, по крайней мере. 115 хп. Резист к яду слабые. А у второго 17 доджа. Ну, то есть, у того, кто будет якорем цеплять тебя. На втором уровне у него 9 доджей и 173 хп. На первый слот у меня записано макс додж. Макс додж. Есть ли у меня товарищ с 25-25? Есть ли кто-то у меня по первому слоту, который клевый с макс доджем? 30-30... 35. Ну, это поми, блин. Что я смотрю? Может, бобер? 25. Шут-35. Ну, я скину девайсы. Естественно, додж подтяну еще через девайсы. Вот, у псаря. У псаря на первой позиции есть то, что нужно. Но он, находясь на первой позиции, не сможет атаковать по метке. Он может только сам ставить метку. Кстати, а может, мы тогда его поставим с гуардом просто и все? Псаря на первую позицию. Ему даже сильно додж набирать не нужно. Он будет просто кидать защиту и ставить метку. То есть, сначала защиту, потом метку. Первый ход я по метке пропускаю. А дальше пацаны просто бьют по первой и второй позиции спокойно, по метке с бонусом. Этого хрен убьешь. Точнее, хрен выцепишь просто. 50 доджа. Можем еще ему двенашку накинуть. Ну, ему же не нужен блицкил чанс, правильно? Так, делаем. 62. Давай, нападай. Этих заряжаем по урону. Как раз два девайса у меня есть персональных на них. Заряжаем по криту. Соответственно. Так вот палочку даем. Я опять прошу у чата совета напомнить, кто у нас... А, это андеды. Чего я спрашиваю? Точно я сам же помню, что это андеды. Даем, соответственно, девайс на урон по нежити. У нас проблемы с точностями. Ну, и весталку, скорее всего, возьмем. Я понимаю, что она особо не нужна. Весталка нужна такая, чтобы Билла находиться четвертой по первой. То есть, вот как-то так, с джаджментом. Вот. И ей нужно... Это не важно. Как-то так получается, да? Мне не нравится то, что меткость не очень хорошая. Ты будешь у нас... Бить вот так. А что, постану? Там будет за соточку стан. У тебя штраф будет. Ладно, тогда возьмем так. На всякий случай. Ну, наверное, персонально бафать вот так вот. Дамедж против сайз 2 раз. Дамедж против сайз 2-2. Или две точности апнуть. С критом вместе. Наверное, это будет лучше. Это подешевле будет. И сайз 2-2 это босс, а тот у нас... Да. Кац предлагает сдаться. Да-да-да. Кстати, надо посмотреть, что у нас... Ничего у нас. Могильную воровку закинул. Просто безысходности. Защита от ночных ок. Можно персональный баф. Вот такой вот сделает еще. Точность и додж на первую позицию вообще зайдет неплохо. Здесь персональный есть. Здесь персональный качаем. Ставим. Берем. В результате. В результате. ХП, скорее всего, у него будет порядка 210. 210 ХП. Защита так себе. Первый у нас товарищ уворачивается как лев. Делает метку. И делает дополнительную эту. Ему, наверное, надо блид еще поставить. Селф-хилл не работает. О, у него же шансы глушить есть. Не, наверное, блид надо делать. У него же по бледу что? 70. Будет... Будет у него где-то соточка бледа. Не попадаю я бледом. Лечиться он не сможет. Ладно, оставим так. Хотя бы до босса. Если что, заменим на хилл. Зачем, правда, опять же непонятно. Лучше уж на палку-махалку. Палку. Ну, палку, блин, прогрейдить еще надо. Это денег стоит. А что-то денег у меня... Есть деньги, есть. Пока еще есть. Так, ты лечишь. Если что, бафаешь персонально. Тут девайсы исключительно на мили урон. Они основные дэмэдж-дилеры получаются. Скорость там как? 8. Хорошо, у этого еще скорость высокая. Была бы возможность еще скорость, бы тебе апнул. Вот, можно такую штуку взять. Урон против метки, точность против метки. Наверное, стоит заменить вот так вот. И крит против not size. Потому что меткости-то не хватает. Штраф, видите, десяточка. Тут мы компенсируем частично, наверное. Чем мы компенсируем? Не больно. А, он не больной просто. Да, этот больной у него минус десятка. Но зато больше урона, да? Да. Все вроде бы. Пещеры. Это антидот лопаты. Эти факелов забрал много слишком. А у него чисто стресс, насколько я помню, да? Готово вроде. Лучше не дешев... Не... Не экономить, короче говоря. Так, ладно. Поехали. А, это андеды. Ой. Андеды не бледят. Нет, не бледят андеды. Ой, туплю я уже. Стресса будет много. Главное прийти туда без стресса. И чётенько в него врубиться. Делать максимум для того, чтобы он не захватил первого, чтобы не лечился сам. Да и у неё и защиты конское количество, если он захватит. Не, в любом случае придётся по первой локации работать. Хорошо, он справа. Это очевидно. У нас тут рыбы. Может пока поменяться местами для стресса. Для сняты стресса. Потому что у рыб-то есть стресс. Попросить, что скинуть ссылку на выход. Как он забегал стример адекватно, что дебафами НГ признателен. Такого рода рехост. Ты уже написал. Кто хочет к пулстриму вперёд. Не совсем просто честно по отношению. Я никого не рекламею. Отлично в сообщении прорвался. Ладно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Грязь. Уже стресс особо мне не интересен. Я пробью рыбу. Хорошо. Давай-ка так. Персонально лечим. После крита как-то вообще похорошела. Тут у меня кроме блида ничего нет. Ладно, поехали. На троих подействовало. Опасно. Додж сработал, слава богу. Вообще, пасаря надо было. Мимо. У него 62. Чего я пасаря-то не поставил? Ладно, если что, я сделаю защиту. И всё будет ток. Так, этого подстанем. Рыбы ходили. Окей. Сейчас подлечимся ещё. Можно кого-то добить. Наверное, всё-таки первые два опаснее. Лечимся. Последний удар от этого упаля. Десяточка. Пулит. Резист хороший. Я не добью его. А этого с учётом блида добьём. Давай так. О! Ну, кто же на крита рассчитывал? Стоит ли стресс снимать? Или стоит под защиту взять, товарищ? Потому что этот будет бить. Ещё. Нет, давай стресс. Там только один будет ходить. Он в любом случае не убьёт. Меняю с местами для точечного хила. Влечимся. Да, позиция неправильно была выбрана. Ой, мимо, мимо, мимо. Как попал ты? 62 додж. Ах ты упырь. Снимаем стресс. Успеет ударить скотину. Ещё 16 хила. Больше некого мне тут бить. Ставлю метку. Лечимся. Ещё бразок подлечится. Такая боль, а! Как они бьют? Беру под защиту. Марочку ставлю. Не хочу заканчивать прямо сейчас в этот ход. Потому что, ну, ребята... Я псори оставлю на первом месте. Хватит. Пусть он лучше принимает удар на себя. Да, только сейчас... Ну, пусть он стоит рядышком с кем-то, и всё. Там доджит. Лечение пусть он будет, ладно. По четверым. Да ё-моё, опять ты задрал он бить по этому, а? Ставлю защиту, бьёт другого. Сейчас стресс уже пойдёт. Я дождусь лучше стресса, но подлечусь ещё немного. Ладно, добьём. Хватит тоже. Ну, подлечился и дали возможность. Разведка пошла. Ох, там боёв. Раз, два, три, сразу же. Так, восстанавливаем, как у нас было. То есть ты на первой позиции просто кого-то дефаешь, и всё. А вы атакуете. Ну, и метку, если что, кидаешь. Ладно, договорились. Открывай. Опа, есть можно. Добро. Ой, не торопиться. Вот два-три крита попадут, и всё. И можно человека потерять. Особенно из-за блида тоже. Можно не успеть подлечить. Битва. Эти попроще. Их и поменьше, эти два контролёра. Дальний бьёт по... Да, по дальним. Пожалуй, лучше я дамагера убью. В первую очередь. Да. И только-только пошла защита. Лучше на дальнего, потому что этот атакует дальних. У него больше урона. Почему попадают? 87. Дольше. 87. 112. Ну, давай. Другой объём. Уже. Такая грязь. Давай, Висталку тогда защищать. Да я... О! Вот. Пошла работать все мы. Почти. Там 78. Они два раза подряд мажут. Ну, не... Не везёт. Лечимся. Будешь долго стримить? Не, я до босса и назад, скорее всего. Прикрываем. Ну, всё, уже не пробить. 125 опять доджи. Или даже больше. 137 благодаря второму девайсу. 137. 137. Такие абузы пошли под конец. На владельце ГГА лидирует в гонке стримеров. Надо что-то с этим делать. В смысле, Лёха опять топ-1, что ли? Как он... Как он столько рейтинга набрал? Он обошёл фомби. Зеркань достает. Сегодня ещё табличку обновили с внешним видом. Вам понравилась тема, как выглядит блок теперь? Это безумный дизайнер сделал. Показывается, там анонсы. Или в эфире, или нет. Ты совместил ещё места в одну колоночку. Ты просто псих, правда? Сейчас последний... Последний хил и добиваем. Есть две возможности добить. По метке так. Любой, кто попадёт, тот убьёт. Какой бы урон ни нанёс. Минимальный, не минимальный, неважно. Но битвы проходят тяжело. Всё-таки. Тут у нас псих. Ауэ пошёл. Скорее всего, псаря... Надо будет перевести. Все миссии доточатся на убийство вот этого упыря. Молодцы, попали. 63 точности. Плечимся, ставим... Ставим додж. Барьер на... Эту... Улиточку. Наверное, и сталку буду защищать. Работаем. Этот защищён, наверное, первого нужным. Дай в стан, а потом урон по стану. Вот это хорошая связка, кстати. Два баунти-хантера тоже ж, они молодцы. Даже если нет метки, нужен контроль тебе. Ты встанешь и бьёшь по человеку с увеличенным уроном. Из-за анклёвых с мобильных не воспроизводится стримом, сайт ведёт. Это нормально, это не страшно. Дойдёт до мобильных, вас мало. Пользуйся приложением мобильным. Здесь, конечно, не айфон. С ними, у кого айфон, мы не разговариваем. Значит, увернулся два раза, хорошо. Можно добить... Надо добить этого. Потом разбить вот эту вот парочку. Не смогу я разбить эту парочку. Там метку ставим тогда на будущее. Мимо. Хил. Актопояс. О, там защиты уже нет. Это очень хорошо. Единственное, что плохо, это то, что у меня хп. Мало. Но, по сути, я же должен этого только... Не только этого ты должен. Хорошо будет, конечно, если ты его убьёшь. Ой, молодец. А давай додж пока сюда. Ну, чтобы перестраховаться на всякий случай. Пусть висталочку там побьют как раз. Но зато я буду уверен, что меня тут в три хода одного героя не прибьют. О, добром. Сейчас, наверное, имеет смысл поменяться по сарям местами, чтобы снять немножко стресса. Раз. Не смог. Квадратный, спасибо тебе. А что? Меняемся местами. Лечимся. Как мне везёт, что болезнь не накидывает гады, а? Сначала этих вырубаем. Раз. Потом этого выключаем. Потом этого выключаем. Стресс снимаем. Лечимся. Пропуск. Удар. Отлично. Отлично. И лечение. Всё. Замечательно. Оставили двух. Они потихонечку там мрут. А вот представьте, если два удара, два удара с критом, и всё. Если не будешь перестраховываться, можешь попасть. Легко. Мастерфлый экзекюртит. Легко. То есть они в одну цель на рандоме стреляют, и не дай бог там метка будет на ней. И всё. Ничего не сделать. Будем уже заканчивать лечение. Раз. Стресс последний. Два. Плохой стресс. Тут бы добить три. Но впереди ещё один бой. Подстанеть я его не могу. Он будет бить. Надо убивать. Надо убивать. Ещё алмазики. Ну, сейчас привал сделать. Там может быть больше боёв. Хавчика не так много. Так, коралл. Это укрепление позитивного, правильно? Минус черта характера. А кто у меня не стемнеешь? Ване все. Черта характера. Скорость. Стресс. Сын. Коу. О, скорость в первом раунде. Давай попробуем снять. Коу фомби. К сожалению, стресс в ковах. Хотя он тоже может помочь. Так. Чисто ДПСеры. Товарищи стреляют. Один по дальней, двое по ближнему. Но чтобы проблем не было с... Как же мне стана не хватает, а? Давай, этого подбей. Хорошо. Урон распределили как раз под ауе хил. Одного из троев вывели. Лечимся. Псарь сейчас накинется с блидом. Минус не от этого товарища. И скорее всего возьмём мы додж. На первые две позиции. Эти же по-другому не атакуют. То есть они сейчас будут мазать-мазать. А я буду бить и бить. И лечиться, и лечиться. Ну могут попасть, конечно, учитывая то, что первый додж. Но это маловероятно уже. 87, на что выходить. Конечно. Конечно. Вот это хорошая файл. Хорошая битва. И ещё скорость. Минус. Мимо. 112 уже доджа. Как? 112 он пробил. 112 доджа он пробил. Нифига себе у них меткость там, а. 112 доджа пробить. Вы представляете? Баня защитит. Да вообще, это как-то возможно. Я не видел меткости выше, там, 120, и то у себя там с девайсами, с дикими какими-то. Разведки нет, идём вперёд. Да-да-да-да, конечно. Не буду. Не буду. Последняя, точнее, перед боссом комната. Заходим. Пусто. Предлагаю привал. На фул. А кого мы сейчас идём убивать? А, эту команду, да? Команду идём убивать. Защищаться ли я от ночных нападений? Первый вопрос. Или... О, я две тактики сделаю. Раз. Два. Меткость ещё хотел. Там четыре остаётся всего лишь. Мы можем, конечно, меткость так повысить. Точно, скрит. Кто будет урон наносить основной? Ты, скорее всего, да? Нет, у тебя больше урона. Нет, ну тут просто не считается урон. Вот этот вот и этот вот. Так что, что показывается? 19 крит? What? Weapon Base. Скилл. А, скилл этого, собственно, да. Слушайте, ну такой урон, что хочется точность бафнуть и ещё крит бафнуть. Пофиг, что будет ночное нападение. Я... 24% крита. 14-28. Добрый вечер. Мне повезло. Фух. Ночного нападения нет. Идём к боссу. Как обычно, лезет кто-то. Внутри ничего не обнаруживается. Ещё разок проверочка на жадность. Ну, проходим, кстати. Делать всё равно нечего. Бери. Так, я хотел по возможности убрать Блит и поставить себе, например, вот так вот станчик с хорошим этим. Можно стресс даже убрать. Но стресс в отличие... Но Блита ты можешь... Да, Блит не будет действовать. Надо стресс убрать. Пусть будет возможность снести хоть какой-то урон, чем снять стресс. Ты уверен? Уверен. О-о-о-о-ох. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Пропиваем святую воду. Жесть. Раз. Двадцать. Трис. Четыре. Работаем. А-а-а-а. Вот он. 236 хп. Додж 23. Hands on deck. Вытаскивает его первым. Так, а если я сделаю... Мне нужно, получается, меняться местами. Или... А если я кину додж все-таки? Гард. Аль. Давайте проверим. Не буду отратить время. Я сразу кину сюда метку. И буду мочить его. Раз. Боринг ланч. Держись. Тут пробиваем по... По метке. Урон. 2346 плюс 24 процента. На... 33. Слабенько. Боринг ланч. Еще один. Персонально лечить обязательно. И в конце нужно делать щит псорем. Проверять, как оно сработает. Не сработает. Поехали. Это сейчас сцепляет. Оп. Ха-ха-ха. Работает. Hands on deck. Резист. До свидания, короче. Просто до свидания. Я даже думаю, мне... Не стоит, наверное, прыгать. Я не могу прыгать. Зачем ты кость сожжал, дурак? Ты продолжай... Гвардить. Товарищи. Все. Двумя работаем. На-на. Ой. Так. Опасно. Персональненько. Метки нет. Это плохо. Ставлю метку. Хватает. Хрен тебе. Как схватил. Вот. 112 додж схватил. Додж. Так. Ну, теперь убиваем этого упыря. Надо не по метке работать, а этого убивать. 16. Но я без бонуса, блин. 5-9. Хреново. 13 стан. Но он не выпускает из-за стана. Я всеми... Да, настакивает додж, короче. Нужно 3 доджа вместе. Это стресс. Додж. Да, 3 доджа нужно, короче. 3 доджа. 3... Настакиваем, настакиваем, настакиваем. Все. Боринг ланч. Мимо. Отлично. Hands on deck. Хорошо. Ты цепля... Защищай этого. 112 опять, к сожалению. Метка опять ушла, к сожалению, опять же. Метку ставлю. Надеюсь, что увернусь. Что-то не стоит расслабляться. Вылечился практически полностью. Ребят, давайте критуем. Мимо. Еее. Все отлично. Ай. Теперь хуже. Ладно, пробивай так. Ты теперь этого. 112 доджа опять. Мимо. Ха-ха. Неудачник. И пометка. На-ка. Это ерунда. Давай на всех. Цепляет. Метку ставим. Защищаем. 137 доджа. Вот уже... Уже другое дело. Давай-ка вот так. И выставочка подключается к убийству. Мимо. Блин, такая имба вообще. Псарь. Ну, вообще. Три промаха подряд. Ничего не сделать. Реально, ничего не сделать. Он... Кого бы он не вытаскивал, ты все равно разогнан, получается, по доджу. И... 68. Какая имба. Все, и он в тебя никак не попадает. До свидания. Причем я вот эти вот темы начал подбоссов подстраивать, ну, вот в последнее время. То есть, такие очень стремные, спонтанные пати, которые еле добираются, медленно там, кое-как, вляют до босса, а потом босса устраивают такой... Ну, все. Возвращаемся домой. Это был последний босс из трех... О, у меня осталась только одна... Одна зона, да, получается? Bad Humors надо. И фит снимать. У двух Брюсов... Брюсов надо лечить. Абузер вообще, знаток механики. А джейстер срезал левел. У нас остается всего ничего. 83-я неделя с 91... Нет. Лонг есть! Есть лонг! Вот куда мы пойдем! Отлично! Дождался я у Уилди. Жирную миссию на опыт. Все, здесь боссов нет. Ни в руинах, ни в Уорренсах, ни в пещерах. Осталось только последнее, темнейшее. Четвертое. И для собственного челленджа успеть закрыть за оставшиеся... Господи, это сколько получается? 9 походов? Ой, какие 9 походов? Там с боссами вот... Ну да, да. 8 получается. 7. 7 походов. 7 походов сюда. Для седьмого левела. 7 походов, а у тебя впереди... А сколько я боссов еще не убил? 2 пушки и ведьму. То есть 3 босса здесь. 2 пушки и ведьма. Нормально, можно успеть. Главное, чтобы вот парочка лонгов попалась и все. И тогда прогресс будет отличный. Но это уже в следующий раз. Сегодня и так результативность отличная. Закрыли третье темнейшее. Добрались до 4 уровня Уилд. Убили трех боссов, старых оставшихся. Плоть, пророка и... Кто сейчас был? Команда эта, пьянчушки. И даже смогли возродить героев. То есть у нас с вами есть еще на кладбище запас по героям 4 из 13. И это первый Трайанг Плюс. Первый. Еще в значительной части были боссы в начале. Ой, хорош. Ой, баберлокерок. Увидимся с вами на следующем стриме. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok